Меня зовут Илья Степанов. Я с вами сегодня буду работать. Будем касаться темы эмоций, но тема стресса. Мне тут еще давненько, год, наверное, назад сказали, что у вас есть такая тема с эмоциональным выгоранием. Потом недавно совсем сказали, что вы вообще упахиваетесь. Некоторые здесь прям живут, ночуют. Вам хостел даже сделали. Говорят, он для иногородних, но тут и местные живут. Даже придумали штрафы на парковке, чтобы вы хоть уезжали отсюда, машины не оставляли. Вы все равно здесь живете, ночуете. Я задам вам вопрос первый, потому что мне нужно понимать, как у вас это представляется. Как вы понимаете, что вы вообще эмоционально выгорели, устали, застрессовали, задолбались? Это одна история. Как вы это понимаете? Вторая история. Что вы с этим делаете? Я хочу с вами поговорить. Я-то ладно, я вам еще все расскажу. Видишь, тебя уже задают. Ты говоришь, давай. Когда сняться сны по работе, это значит, что-то идет не так. Ты проверяла в соннике? Юнг так об этом писал. То есть, если тебе снится работа, что-то идет не так. А что ты с этим делаешь? Ты перестаешь спать? Ну, чтобы не снились на работе. Ничего не делаешь. Ага. Просто они продолжают сниться, ты просто продолжаешь работать во сне. Да. Единственное, тебе за это не платят. Это никак не сдать, не отчитаться. Нельзя сказать клиенту, вы знаете, я сделаю проект, но во сне нельзя. Хорошо. Если сняться сны в работе, про работу – это плохо. Давай. Две вещи. Первая – это когда с утра просыпаюсь, думаю, я задолбалась, но хочу идти на работу. Ну, идешь, судя по всему. А вторая – это когда я прихожу на работу, начинаю только смотреть в одну точку. Потому что я, в принципе, не могу уже ничего делать. А что ты с этим делаешь? Я понимаю, что просто работы, видимо, осталось слишком много, поэтому надо отвлечься. И я иду в кино или читаю книжки, смотрю сериалы, но ставлю себе отдых какой-то. Неплохо. Как долго длится твой отдых? Ну, чаще мне хватает там пару дней. Ага. Теперь есть такой вопрос, он будет касаться всех, но тебе прям практический. Вот до того, как ты стала смотреть в одну точку, ты до этого момента понимала, что как-то твоя усталость, твой стресс как-то поднакопился? По каким-то другим признакам? Потому что, когда вы смотрите в точку, ну, вообще немножко поздно уже. Собственно, все равно, что вы понимали, что вы устали от работы, когда вы стоите на просто карнизе и готовитесь прыгать, вы думаете, наверное, надо отдохнуть. Ну, ты, ну, я понимала это, но я, скорее, это постоянно, типа, оттягиваю, что-то. Ага. Да, ну, вот еще чуть-чуть, еще. Еще чуть-чуть. Круто. Еще, неплохо. Еще какие у вас личные наблюдения, это же ваша жизнь. Я начинаю срываться на людей. Ты начинаешь срываться на людей. Это правда. То есть, он видел со стороны, он просто соглашается. А до того, как ты начинаешь орать на людей, у тебя есть предпосылки до, что ты вот вроде бы накопила эмоции, накопилась. А, ты ораешь чуть-чуть. Хорошо. Давай так, мы возьмем ситуацию, людей вокруг еще нет. Ты не дошла до офиса, но ты вышла из дома. Ты в промежутке от людей к людям. Вот в этот момент, как у тебя проявляется стресс? Нет, просто я иногда чувствую, что у меня уже крышечка кипит, когда меня начинают раздражать какие-то вещи, которые очень недавно раздражают. Например? Весь человек. Просто, что есть люди. Их еще за раза 7 миллиардов, и они вокруг. Они все куда-то едут. Неплохо. Ну, то есть, какие-то вещи, которые меня раздражают. Что ты с этим делаешь? Я, прежде чем, когда ты реагируешь у человека, я считаю. Раньше мне не было бы считать до 50, а потом говорит, что сейчас 50. То есть, пока у тебя есть цифры, ты думаешь, мир спасен. Все? Если ты досчитала до 50 и не отпустила, что дальше? Обычно отпускают, потому что это бывает влечься на ради кого-то другого. Нет, шутка. На самом деле, обычно я промолчать и ответить на бессмоги сразу, но не помогает. Неплохо. Там уже эмоции уходят. Неплохо. Классно. Еще? Это ваша жизнь. Что у вас происходит? Давай. Смена обстановки, в принципе, тоже помогает. Сняться немножечко чем-то другим, как-то что-то новое найти для себя. Ну и, грубо говоря, пересесть за другой стол. Лично мне это. На что предпочитаешь отвлечься? Ну, если касаемо работы, ну, немножечко, как-то, не знаю, перефразировать, что ли, заняться чем-то другим. Ну, то есть перестал отвечать на письма, начал звонить, перестал звонить, начал делать проекты. Ну, очень удобное для руководства. Неплохо, неплохо. Или из одной поймы страданий в другую. В принципе, это тоже хорошая вещь. Ну, в принципе, да. Если у вас вдруг болит голова, стукните себя по ноге. Это должно отпустить голову. Такая же механика. Круто. Пойдет. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Я буду говорить разные вещи. Я это все пропущу. Вообще, моя задача немножко пройтись по алгоритму. Что вообще такое эмоции? Ну, немножко со стороны науки. Мне больше нейрофизиология с точки зрения моего специфика, моей специфики деятельности. Но важный момент. При чем здесь эмоции, при чем здесь стресс? Это прям важная вещь. Дальше что с этим делать? Как это проявляется? Стресс на работе? Как в моменте отследить его, сбросить и периодически? Какие есть системные механизмы в компаниях, которые применяются с этим работой? Почему? Почему я об этом говорю? Меня зовут, как я говорил, Илья. Просто Илья. Так проще. Моя специфика деятельности, она немножко связана с разным. Она связана просто с человеком и его мозгами. То есть чаще всего, если кто-то пытался заранее погуглить, помониторить, то по запросу обо мне выходит скорее словосочетание, либо там специалист по лжи, специалист по поведению, либо просто слово профайлер. То есть это механика чтения людей, жесты, мимика. До поры до времени это уголовка, уголовное расследование. С точки зрения это хищение людей и криминал в виде убийства, группового и индивидуального. В принципе мы не будем этого касаться. Я максимум только могу вам просто дать какие-то простые бытовые советы. Если вас кто-то достанет в порыве срыва, никогда не прячьте человека в ковер. Все. Ну то есть никогда не прячьте человека в ковер. Все. Это маленькая рекомендация, потому что вас можно будет найти даже спустя 7 лет. Не делайте этого. У вас просто много ковролина, не делайте этого. Плюс у вас любят старые вещи, не делайте этого. Лучше используйте Кока-Колу, Хайнс. У вас очень много Хайнса. Он очень классно выжигает следы на теле. Вот вам такая рекомендация. Кафетры – это ваше место. Смотрите. Покажу маленький видосик. Он простой. Но вопрос будет такой. Просто последить, что за голоса у вас возникают в голове, когда вы это видите. Потому что в принципе чаще всего источник стресса, он не вне вас. Он в какой-то момент начинает вас долбить очень сильно внутри. Видео простое кому-то… У кого есть дети? Просто так. Может вас… Раз. Вот сейчас стресс нам нападает. О, да. Тогда, возможно, тебе будет знакомо, а они перехотят еще раз иметь детей. Не? Не? Данечка, а что ты делаешь? Что это? Это автомобиль. Да, автомобиль, да? Да. А здесь у него кобель. Мотор, да? А здесь капот. А, вот это капот, где? Данечка, зеленая, это капот, где? Да, вот это. А здесь открывать, который сейчас. Открывать. Я знаю, новые краски, все уже закончились, да? Да. А прибыстры закончились. Да. У меня нет, а остальное это упало. Упало? Куда он? Да, мы устали. Да. Угу. Сударый, наowsу. Мама, ты идешь? Ну, да, ну, да. Ну, о том, как мне идешь. Данечка. Ваш папа будет рад, когда придет и увидит? Я там все не буду, что-то как-то. На руки ночи ищете? Да, он же там поможет, ничего страшного. Все, хотим быть лучше? Нет. Несколько. Сиди какого-то ноги. Досуд. Главное, что в папе. Да. Итак, вопрос очень простой. Я даже не погружаю вас в ситуацию, вы пришли домой, неважно, есть у вас вторая половина или нету. Даже от того, что вы просто видите это видео, это же мертвый материал. Кому не все равно того, что вы увидели? Хоть какой-то маленький червячок, неважно, в радость, в комфорт, в дискомфорт, в стресс, если вот это, но у вас колыхнулся. Просто вот к тому, что вот эта ситуация. Просто такое видео. Так нельзя. Ага. Кто понимает, что... О, отлива стало больше. Неплохо. Хорошо. Тогда вопрос к вам. Ну, ведь смотрите, вы представьте, что вы теперь пришли в эту ситуацию. Что делать? Посмеяться. Посмеяться. Ну а что остается? Посмеяться. Снять видос, выложить в интернет. Снять видос, выложить в интернет. Еще версии. Ох-йо. А почему у тебя возникла мысль, ох-йо? Ну, я начал думать. Это, во-первых, главное. Реклопору это не нужно, но это испачка на голову. И что? Ну, ладно. Если бы потом... Это, так скажем... Ну... И что, по-моему... Группа поддержит. Круто! Спасибо тебе за твои ответы только по одной простой причине. Вот стресс можно поделить на две взновидности. Человеческий и животный. Вот животный очень легко решить. Хуже копаться с человеческим. Потому что вы ему научены. Ну, давайте так. Кто из вас в детстве любил такое классное место на улице, как лужа? Лужа это место, где можно пускать кораблики. Лужа это место, куда можно кидать камешки. Лужа это где можно, в принципе, заходить по колено. Лужа это прекрасное место. Итак, кто по сей день может... Вот сейчас мы с вами закончим занятие, мы пойдем в лужу. Окей, вас стало меньше. Что случилось с остальными? Лужа за вашей жизни 20-30 лет не изменилась. Лужа все еще так же великолепна. Так же восхитительно. Максимум, чуть-чуть химический состав отличается. Максимум. Почему вы перестали любить лужу? Одежда дороже стала. Одежда стала дороже. Да ее сами платят. Это ее сами покупать. Сами покупать. То есть вы думаете, что именно в этом дело? Лужа стала неинтересной. Лужа стала неинтересной. Не, я наоборот. У болезни стал проработать. По колено получается сложно найти. По колено. Слушай, можно найти лужу, которую ты по колено найдешь? Тут можно такие районы в Москве найти, где ты еще и по шее лужу найдешь. Хорошо, вопрос другой. Вот ваши фразы про одежду, про заболеешь и так далее, они же не ваши. Они же не ваши. Вас классно, очень сильно надрессировали, научили это выдрессированные вещи. Потому что вам в какой-то период жизни очень долго твердили из раза в раз в голову о том, что заболеешь, 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 тебе становится 15 лет, все еще нет. Вот в 25 ты уже лезешь в лужу, думаешь, заболею. Где-то еще в 18 ты готов, в него ножка не совсем трезвым кинуться в прорубь, потому что крещение. Вот тебе уже 33, ты такой, ох, холодно. И кости ломит, да? Это же не ваша история на самом деле, это сильно научно. Про одежду, кто это стирать будет? Ты вещи покупаешь, будешь покупать, купайся. Это же все надрессированные вещи, которые у вас в голове формируются. Очень важно понимать, что зачастую многие механизмы человеческого стресса нас очень классно надрессировали. Это хорошие нормы так называемого воспитания. Но опять же, вы все знаете одну ключевую установку, потому что ваши родители стопудово вас зацепили в Советский Союз. Чтобы быть счастливым человеком, надо каким надо быть человеком? Давайте, вас учили этому слову. Оно одно, универсальное на всех. Здорово? Не, вам не это говорили. На букву П давайте, вы сейчас вспомните. На букву П надо быть человеком порядочным. Итак, судя по тому, что вы стрессуете, вы непорядочные люди по воспитанию Советского Союза, по крайней мере. Но давайте попытаемся вспомнить, что такое порядочный человек. Вряд ли так говорили родители. Которые соблюдают законы. Ага, еще что? Которые соблюдают законы, не государственные, а законы, которые в него вложили общество. Общество. Да, да, да. Еще что? По красоте, которую делают. Все четенько было. Чтобы четенько согласен про красоту, может быть, я бы еще поспорил про Советский Союз. То есть, как минимум, человек удобный. Давайте так. Да, человек очень удобный, очень комфортный. Плевать, что у вас внутри происходит. На уровне эмоций, на уровне души, но удобный. Поэтому надо понимать, что стресс нам с вами подарили. И тут возникает момент. Вы правильно некоторые сказали про свой пример, откуда вы стрессуете, потому что механизм жизни многих людей выглядит вот так. Дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа. Более того, если смотреть тренд, который люди гуглят сегодня, что собирает бигдата, стало модно быть критически занятым. Ну, то есть, есть такая формула. Чем больше ты занят, типа ты успешней. Причем, если мы с вами посмотрим на спектр людей, так называемые богатые, олигархи и прочие категории, политики, ты что-то на них смотришь, и они какие-то не совсем занятые и как-то успешные. Как и другие категории. Смотришь всяких инстаблогеров и говоришь, я человек с образованием, я херачу. Что у этого человека? Он выложил свой завтрак? Сиси. Он выложил свои сиси. Порядочный человек не говорит, что он херачит. Опять мне нельзя. Да и порядочный человек еще и сиси не выкладывает. То есть, получается, мне еще нельзя быть успешным человеком. Поэтому стало, на самом деле, очень мода на стресс. Ну, в принципе, ведь у нас с вами вся индустрия сейчас формирует, чтобы стрессовать. Не ходи домой. Тебе около работы можно поставить фитнес. Прямо с работы ходи на фитнес, с фитнеса на работу. Не ешь дома домашнюю еду. Смотри, жри на ходу. Тариф набегу. Ешь везде. Чудо, что у вас есть свое, кстати, точка питания. Так-то, в принципе, что можно было? Оставить это просто шаурмичную вот за забором? Ходите, ешьте. Чтобы вы себе говорили, да мне некогда. Мне некогда, я что быстренько перекинусь, а потом тут-тут-тут-тут-тут все вот появилось, да, и это тоже некогда. Некогда. Мода на стресс. Модно быть стрессованным. Это очень классная штука. Если ты не стрессуешь, ты больной, ты странный, ты бездельник. Другой тренд, который появился. Россия для грустных. Замечание в дневнике у мальчика. То есть замечание с вызовом родителей. Улыбался на уроке. То есть четкая простая механика. То есть до ребенка докопались заодно. Он улыбался. У меня была ситуация, когда три года преподавал МГИМО студентам, ну по нашему направлению, была ситуация, что показываешь разные видео, люди ржут, весело. В какой-то момент врывается такая классическая хардкорная училка, которая говорит, что здесь происходит? Люди такие, занятия. Кто ваш педагог? Они такие, тыкают меня в пальцах. Почему они смеются? То есть у человека четкая механика. Учеба это не весело. Вообще работа это не весело. То есть в принципе нельзя смеяться на работе. Помните, чему нас научили? Нельзя смеяться громко. Нельзя смеяться в общественных местах. Нельзя приставать к людям. Нельзя плакать. В публичных тем более местах. Нельзя мужикам плакать. То есть много чего нельзя, связанных с эмоциями. Ты все это себе копишь, 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 набираешь. Ну а что потом? Алкоголь, окошко, висельница, телефон доверия, дай бог. Тиндер. Новое лекарство от стресса. Очень хорошее. Но не помогает. Детей готовят к другому грустному будущему. Задача 215. Печальный дядя Боря. 17 раз радовался в детстве, 9 раз в юности и 1 раз в зрелые годы. Сколько раз обрадовался печальный дядя Боря за свою долгую безотрадную жизнь? Итак, математика через печального дядю Борю позволяет сформировать, собственно, тебя готовят к безотрадной жизни. Ну то есть если раньше у тебя была понятна там пятилетка, карьера, наука, будущее, 120 рублей. Сейчас тебе просто говорят, в принципе будет грустно. Будет грустно, не весело, у тебя зато есть интернет. В интернете есть порные игры. Уходи туда. И не выходи оттуда. Есть другие люди. Я обожаю домашних коучей, домашних психологов, которые все время говорят, да тебе просто надо выйти из зоны комфорта. Просто давай, выходи. А вот чем больше с людьми работаешь в компаниях, в личной терапии, возникает такой вопрос. Серьезно, вот давайте, может, человек сначала войдет в свою зону комфорта, хоть раз, вообще вот найдет ее, начнет жить комфортно, так, чтобы вот не париться, а потом пусть он из нее выходит. А так получается, человек из нее не вошел с самого детства, потому что ему с трех лет говорят, это нельзя, это нельзя, это нельзя, и ты вообще плохой. Потом он вырастает, ему другие говорят, теперь это нельзя, потом ты приходишь на работу и говорят, это тоже нельзя. И потом говорят, слушай, ну ты просто, тебе надо выйти из зоны комфорта, давай, расширяйся. Человек готов порваться, это нормально, но есть критические ситуации, как в одной компании у клиента, у них произошла не очень хорошая ситуация. То есть обычный рабочий день, в ходе рабочего дня сотрудник выходит в окно и выходит в окно насмерть. И вот тут интересная такая философская дилемма, ему повезло, потому что остальные сотрудники, кто это все видел, продолжили работать. Их никого не отпустили в отпуск, никого принудительно не отправили на терапию. Все эти люди уже год продолжают все это пережевывать. Ему реально повезло, они с этим всем продолжают жить. Причем никто не знал, что у него депрессия, что он на антидепрессантах, а под антидепрессантами у него грань реальности немножко сместилась. Ну и нормальный исход. Нормальный исход стремления работать и быть эффективным. Мы же с вами знаем, каким нужно быть продуктивным, эффективным. Каким еще нужно быть сегодня? Успешным. Было бы неплохо, но чаще активным профессионалом, стрессоустойчивым, который очень странный параметр подразумевает. Можете пить адренобета-блокаторы ненадолго, надпочечники умирают, но временно помогает. В итоге все и приводит к тому, что вы как вот эта собачка. Я где? Вот ситуация, которая прозвучала, я прихожу и смотрю в одну сточку. Вот это уже стадия этой собаки. Вот ситуация, когда я еще урону людей, это еще хорошо. Ситуация, когда вы бьете коллег, это прекрасно. Это чудесно пока. А вот ситуация, когда вы реально уже смотрите в точку, это ближе к собаке. То есть это состояние выгорания, состояние апатии. То есть ситуация, когда у вас происходит такой классный этап. Вам нужно начать планировать что-то планировать. То есть вам нужно захотеть что-то хотеть. Когда тебе говорят, о чем ты мечтаешь, ты говоришь, надо научиться мечтать. То есть в принципе та стадия, когда был легкий эмоциональный подъем типа детства, он настолько уничтожен, что вы такой эмоциональный импотент. То есть у вас состояние, ты говоришь, что ты хочешь. Все равно. То есть вроде бы и не эквилибриум, вроде бы вы не вкалываете препараты против эмоций. Но у вас автоматически состояние уже такого эмоционального выгорания. То есть состояние, когда иногда в отношения это перекатывается. То есть когда то, о чем у нас всегда говорили, что мужики всегда хотят секса, а дома это происходит по принципу... Что-то так влом. Серьезно. Проще подподрочить. Но секс это дыхание, это нагрузка, раздеваться надо и настрой. А завтра проект, там еще не факт, что она разогрета. Фух. Проще самому, да? Или вообще ничего не делать. То есть в принципе, когда у тебя животное уже умирает. Животное уже все, оно готово лежать, просто как собачка, не трогайте меня. Я готова не размножаться, я готова не есть, просто дайте мне полежать. Это вообще капитальное состояние. Ничего хорошего в нем нет. Другая история. По поводу ситуации, считаю до 100, считаю до 50 и так далее. Штука хорошая, чтобы включить мозги. Штука не очень хорошая, потому что так или иначе не пропущена эмоция через вас. А любая эмоция на уровне тела – это гормональный выброс. Это кортизол, это адреналин, это норадреналин, это дофамин, окситоцин и еще 28 гормонов настроения. Все они не пропущенные, не прожитые, а потому что вы их подавили. Ну нельзя бить коллег, считаете вы. Нельзя плакать прилюдно. Вы тельный систему органов нагружаете. Причем нагружаете очень хорошо сердечную мышцу, хорошо нагружаете пищеварение. А если быть точным, если будет интересно, почитайте последние исследования, мы с вами чувствуем жопой. Что это значит чувствуем жопой? 28 гормонов настроения вырабатываются в кишечнике. Никакие другие системы органов к этому напрямую отношения не имеют. То есть получается, что если я еще питаться стал плоховасто, то это нормально, что я буду впадать в депрессию. Потому что у меня проблема с вырабатыванием гормонов. Мне надо с этим что-то делать. Поэтому вопрос. Это нам не надо, тоже не надо. Вот штуку, которую хочу внести. Надо понимать некий механизм эмоций, который у нас с вами происходит. Дело в том, что большинство книг популярных, связанных с эмоциями, со стрессами, они говорят такую классную штуку. Вы просто почувствуйте, что с вами происходит. Серьезно, я 20, 30, 40 лет ничего не чувствовал. Мне тебе говорят, почувствуй. Почувствуйте, когда вам некомфортно. Да ты живешь уже 20 лет некомфортно, как ты можешь почувствовать? Тут очень важно различить, что есть три направления, невероятно жирных направления. Это реакция, это чувство, это состояние. Вопрос к вам, в чем разница? И что страшнее всего? Мне кажется, что это состояние. Страшнее для вас при накоплении. Мы на что-то реагируем, возникает чувство, а чувство уже в вашем состоянии. Неплохо. А как насчет той ситуации, что попадает в категорию, когда вы утром встаете и говорите, встал не с той ноги? Что это? Встание на с той ноги. Откуда оно берется? Накопленные чувства, невыраженные реакции. Как вы пытаетесь все связать. Причем я не сказал, что они связаны, но вы пытаетесь это связать. Еще версия. Реакция что-то быстрая, я так не знаю. Круто. У тебя кофе, о, блин. Чувство это, ну, то, что ты как бы вы контролируешь в своей голове. Постояние, это что-то очень длительное, которое у тебя, не знаю, будет, что ли? Реакция это правда кратковременная история, двух до пятнадцати минут. То есть вот история, когда вам наступили на ногу, вы попытались от человека толкнуть, это реакция. Проблема в другом, что у животных много реакции, а мы с вами их умеем накапливать, не выпуская. Мне наступили на ногу, я такой, ну, это же метро. Но в теле все это выработалось. Я просто это везу дальше. Я прихожу на работу, а кто-то там вот ровно за моим рабочим местом пересел, потому что пытался отдохнуть. Поднастрал на моем столе, я не понял кто, но поднакопилось, да? И вы так что-то там еще не перекусили, как-то еще поднакопилось, потому что ваше любимое что-то съели, например. И что происходит? Вы приходите домой, вам открывает дверь, любимая мама, папа, брат, супруга, неважно кто. И вы просто задаетесь вопросом, давай, спровоцируй меня, дай мне повод, давай. И человек просто вам не улыбнулся, ты говоришь, ах ты, тварь. Потому что накопилось. Ну, потому что вы не выпустили. Тут очень важно понимать, вот это животная история. Чувство, это, к сожалению, человеческая история. Да, и хреново видно. Я с удовольствием. Я вот так пишу. Чувство, это человеческая история. Что это значит? Давайте так, какие чувства вы можете назвать? Чувство радости. Чувство тревоги, чувство страха, еще. Чувство гнева. Чувство любви. Презрение. Чувство ненависти. На самом деле куча, куча, куча вещей. А теперь вопрос. Мне нужно два добровольца. Дайте мне одну девушку и одного молодого человека. Выйдите ко мне. Кто-нибудь, два добровольца. Класс. Раз и два. Ой, великолепно. Вы, если вы хотите побить друг друга. Вопрос простой. Он к вам будет один и тот же, но я попрошу вас ответить. Итак, чтобы вас было лучше слышно, там на записи людям, которые предпочитают, у них нет времени, они стрессуют. У них нет времени развиваться, учиться, они заняты, они работают. Вопрос такой. Итак, вы приходите домой, открываете дверь. Как вы понимаете, что человек вас в этом доме любит? Ответить? Да. Или я покажу. Можешь ответить. В принципе, ты потом сможешь показать, но давай сначала просто ответь. Как ты понимаешь, что происходит, вот ты откыл дверь? И по каким-то признакам ты понимаешь, что в этом доме тебя любят? Мамы. Давай назовем, что это твоя вторая половина. Пусть это... Предпочтем, что это ваша вторая половина. Вот человек вас любит в этом доме. К себе. К себе, к себе. Вы заходите в дом, где вас ждет вторая половина. Я уточню. Люди творчески начали дорисовывать, я понял. Вы можете себе все позволить. Поэтому нет. Я не теряю твоего вопроса. Давай. Я знаю, что моя вторая половина меня любит. Не-не-не, смотри, какая классная штука. Ты вот открываешь дверь, и по каким-то признакам ты понимаешь, что вот сегодня конкретно этот человек тебя точно любит. Потому что так проявляется любовь. А, то есть он как минимум стоит перед тобой. Он стоит перед тобой. Ты открыл дверь, он стоит перед тобой. Он смотрит на тебя. Он смотрит тебе в глаза. Смотрит на тебя. Я вижу, что он меня ждал. Голодный. Голодный. Холодный. Голодный. Он пропускает тебя. Он хочет близости. То есть он не зашел. Как проявляется заказ? Ты понимаешь, что ты хочешь близости? Он хочет находиться рядом. Ну, то есть ты, собственно, продолжишь раздеваться, он около тебя в свое время стоит? Помогает. Помогает. Ты часто доминируешь над вторым полом? Да. Я понял. Просто да. Ну, зависит от второго пола. У тебя... Ты любишь больше собак? Да. Похоже. Ну, потому что механика поведения пока что мужчины очень похожа на механика питомца под названием собака, которая очень ждет тебя на пороге. Голодный, холодный, не отходит от тебя. Ждет и... Неплохо. Пока ставим так. Итак, ты открываешь дверь. Как ты понимаешь, что твоя вторая половина? Я даже пол не буду уточнять на всякий случай, потому что вы сейчас дорисуете сами. Тебя в этом доме, короче, любят. Давай так. Ну, по улыбке, тоже по глазам, по словам, по действиям. То есть ты открыл дверь, у тебя тоже стоит человек перед тобой? Ну, не факт. Вот. Давай. Это вот открыл дверь. Что ты, может быть, слышишь, что ты видишь? Может, человек что-то делает? А что он делает, чтобы показать, что он тебя любит? Готовит еду. Готовит еду. Готовит сериальчик. Готовит сериальчик. Можешь? Нет. Готов вообще не ждать дома, а просто встретиться после работы и куда-то сходить. Неплохо. Теперь смотрите, какая классная механика. Вот теперь представим, что вот это пара. И эти люди что-то знают о чувстве любви. Более того, он хочет проявить любовь к ней. Она приходит домой, открывает дверь. Что он делает? Он готовит. Готовит сериальчик. То есть он где-то там на кухне. И она понимает, что он ее не любит. Нет. Почему? Потому что что он должен был делать? Он должен был стоять на пороге. Я специально утрирую для того, чтобы просто понять, что любовь в данном случае, в отличие от реакции, от эмоциональных реакций, штука не универсальная. Чувство – это продукт когнитивного. Нас с вами научили. Вот эта любовь, вот эта обида, вот эта ненависть, вот эта злоба – это продукт мыслей. В чем большая разница между животными и человек? Вот во всей этой хрени в чувствах может застревать, удерживаться, сам себя кормить. И более того, мы с вами о любви никогда не договоримся. Мы никогда не договоримся о ненависти. Мы никогда не договоримся о чувстве гнева, злобы, злобы, обиды и так далее. У каждого будет свое. И причем мы сильно упиваемся, и надо понять, что если мы хотим вылезать из стресса, первое, что нужно вычищать – это чувства. Не в плане от них отказываться, а понимать, что это продукт мыслей, и я себе их все время создаю и накручиваю. То есть ситуации нет, но я себя этим кормлю. Ну давайте так, кто из вас считает, ну так, что вас кто-то, неважно, на работе, в личной жизни недостаточно оценил? Ну вот вы слегка недооцененны. Как вы думаете, недооцененность, чувство недооцененности, слово «чувство» уже появляется. Как вы думаете, человек знает, что он вас недооценил? Как бы как ты показал свои действия и свою реакцию на его действия к тебе? Ну то есть сидит… Круто. Сейчас вы поймете, к чему это. Спасибо, я вас верну. Он может задать прямо в лоб. То есть вы говорите прямо в лоб. Ты меня недооцениваешь. И он сразу начал вас дооценивать. Ведь смотрите, в чем западло чувств, они внутри вас. И недооцененность из этого у вас не исчезнет. Потому что, давайте так, кто хоть раз обижался? Все. Нет. Я знаю категорию людей, которые не обижались, потому что их не научили. Я вам сейчас расскажу, как вас научили обижаться. Итак, вы приходите играть в песочницу, вам 3 или 4 года. У вас есть ведерко. Рядом в песочнице сидит Маша. У Маши есть формочки для песка. Вы пытаетесь взять эти формочки. Маша говорит, нет. Вы еще не умеете обижаться. В этот момент ребенок либо продолжает играть с ведерком, либо начинает говорить, ведерко. Происходит некий обмен. Либо пытается отобрать. Неважно, какое-то действие происходит. Но, то есть вы как-то поиграли. Потому что ребенок считает часть вещей, это часть его мира. Вы возвращаетесь домой, вас встречает мама, бабушка, например. Говорит, как погулял? Ты говоришь, там была Маша, она играла в формочки, а ведерко, она мне формочки не дала. Что говорит бабушка? Не играй больше с Машей. Вот Маша в следующий раз ведерко попросит, ты ей не давай. И так вы как маленький ребенок усваиваете. Что-то, блин, пошло не так. Вас реально научили обижаться. Например, мама говорит, я тебе больше не дам. Ты меня обидел. Говорит мама, ребенку 4-4 лет. Ребенок такой, серьезно? Я 4 года живу на этой планете, год я вообще ползал, не очень что-то соображал, как бы я тебя обидел. Чем? Ребенок не будет понимать, что это такое, но его уже начинают дрессировать. Надо обижаться. Поэтому многие чувства, это вещь дрессированная. Причем, ну давайте приведем пример. Знаете эксперимент с лестницей, током, обливанием холодной водой, обезьяны? Старый классический эксперимент. Есть клетка. В клетке есть несколько обезьян. Есть лестница, наверху лестницы есть связанка бананов. Дело в том, что как только обезьяна начинает лезть за этой вязанкой бананов, всех остальных обезьян обливают холодной водой, либо бьют током. Два было эксперимента с разными эффектами жестокости. В следующий раз, когда обезьяна пытается достать бананы, все остальные эту обезьяну срывают, начинают ее бить, потому что они не хотят испытать негативные эмоции. Что делают ученые? Убирают одну из старых обезьян, кладут новую. Новая обезьяна смотрит на этих унылых людей, допустим, пришедшая в новую компанию, пытается достать бананы, ее тут же срывают, хотя никого и не обливало, и бьют ее. Что усваивает новая обезьяна? Ну, меня бьют, как минимум. Не стоит так делать. В итоге ученые меняют по одной всех обезьян, и в итоге не остается ни одной обезьяны, которая была хоть раз облита. Кладут новую обезьяну, которая тем более никогда не была облита и никогда не была сорвана. Пытаются сорвать бананы, ее тоже срывают и бьют. То есть обезьяны, которые никогда не были облиты, продолжают выполнять правила. В этот момент четко становится понятно, наша с вами привычка стрессовать и чувствовать, она дрессируема. Но люди любят говорить, ну мы же люди, мы же разумные. Нет. Давай. Давай. У меня вопрос. Ну, вы даже с вами обиды, это ответственность на манипуляции порой. То есть, например, ну, я беру пример, я так считаю. Давай. Когда я ошибаюсь, в детстве я была совсем не обидчивая, то есть от пола прям совсем. А в определенный момент, когда я стала, как мне кажется, себя там чуть больше тени, я стала обидчивой. То есть теперь меня обидеть можно. Ну, не могу сказать, что это сделать легко, но это можно. Я, друзья, обижаюсь. Обижаюсь вплоть до того, что вычеркиваете в своей жизни и так далее. А когда ты обижаешься, тебе от этого хорошо? Вот, ты знаешь, у меня бывают два разных. Иногда мне плохо, я боюсь, я слушаю книгу радикальное прощение, то есть в ходе такого, я еще ответ на эти вопросы. Иногда да, а иногда мне все равно и мне становится легче. То есть потому что я для тебя объясняю, что с помощью этого инструмента я показал человеку, нет, я так не могу. Это про нет, немножко про личные границы могу поговорить, про обиды очень важный момент. Если мы возьмем чашу весов внутри вас, то эмоции обиды связаны с тем, что ваша сторона в весах всегда ниже других. То есть мой повод обидеть, то есть вас нельзя обидеть, вы можете обидеться. Когда мне говорят, ты дурак, если меня это заденет, к сожалению, это вопрос моего признания слабости в первую очередь. Значит, во мне есть оголенная такая струна, на которой можно играть. Давайте покажу пример, как нас с вами дрессируют на эту историю. Особенно дрессируют на тему стресса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, она осталась одна. Все уже никто за ней не будет ударить, только даже скрытая игра. Как думаете, что вы сделали? Теперь обучение с правилом группы, даже когда сам другу нет их. Один будет рассмотрим, что произойдетесь, понял, но вы не знакомы с правилами чиновников. Но пройдем я позади себя. Присаживайтесь, нужно будет подождать. Отлично. Спасибо большое. А почему вы все время вставите? Тут все вставали, и я решила, что так положено. Думаете, она зачетно нечего вести себя правильно? Да. Спасибо. Крэнер продолжает тебя, если не подходи, ли ничего не от взаимовещий новой пациентной. Продолжение следует... 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 Существа нет, но внутри вы с этими установками живете. Вот это, кстати, продукт вашего стресса, и это имеет отношение к чувствам. Важный механик, который нужно понять. Состояние, в котором вы находитесь, определяет те мысли и чувства, которые вы будете испытывать в моменте, и этот спектр мыслей и чувств задает те реакции, которые вы испытаете. Цепочка идет от обратного. Фон, который я таскаю, ограничивает мои мысли. Но это, приведу пример, есть такое состояние влюбленность. Хоть раз, я надеюсь, каждый из вас его проживал. Когда ты влюблен, тяжело ходить и говорить, мудак, 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 мудак. Ты ходишь, ты говоришь, чего грустите, чего грустите, ребята, так же классно, давайте, смотрите, давайте вместе парами соберемся. А от человека другое состояние. Он говорит, пошел домой, дружище. Очень важно, то есть состояние, в котором я нахожусь, задает мне определенный спектр сразу. Как понять, что у вас что-то не так с состоянием? Делаем маленький эксперимент. Сядьте так, чтобы у вас две стопы были ровно на поверхности, стояли, носки вперед. Выровняйте спину. Сейчас будет легкий эксперимент. Сопротивление толпы, молодец. Сядьте, сядьте, сядьте. Но если на полу, если есть возможность сесть на поверхность, будет лучше. Если стоите, можно стоять. Я вот для полулежачих. Сейчас для эксперимента. Что мы делаем? Смотрите, спину выровняли, то есть все хорошо, все тому подобное, чтобы голова, ось, макушка вверх. Делаем первую вещь. Плечи подняли вверх, отвели назад и бросили, как будто положили. То есть нормальное положение. Сделали глубокий вдох, сделали глубокий выдох. И теперь очень простая механика. Улыбнулись и держим, пока я не разрешу освободить. Улыбнулись, держим улыбку. Просто держите, держите, держите. Не забывайте дышать. За вами классно наблюдать. У вас разные реакции. Пока хватит. Можно вылезти из этого состояния. У меня просто вопрос такой, пока не буду конкретизировать. У кого что-нибудь почувствовалось, ощутилось, вы что-нибудь заметили за собой, внутри себя, как хотите? Любое наблюдение. Спина заболела. Круто. Это сейчас пригодится. Я объясню, что это. Сейчас. Ближе к земле давай. Ближе к материальному. Дыхание сбилось. Подожди, сейчас про дыхание что? Сбилось. Сбилось. Улыбаться продолжил. Улыбаться продолжил. Классно. Еще? За собой. Не тратить, потому что. А почему? Я тут, кто-то сприхатывал. Ааа. У тебя внутренний протест пошел. Неплохо. Еще? Неловко. Весь в облаке. Он весь в облаке. Кто хоть какой-нибудь почувствовал сейчас мышечное напряжение? Неважно. Это могли быть икры, стопы, поясница, это могла быть шея, это могли быть плечи, могло быть грудные клетки, могло быть в районе шеи. Любое мышечное напряжение хотя бы легкое. Неважно. Любое. Круто. Я вас поздравляю, все, у кого есть хоть какое-то напряжение, вы априори таскаете с собой состояние некого напряжения. Объясню, в чем ситуация. Состояние, которое мы с собой таскаем, вот это вот, до день не тот, стало не стоить с ноги, поддерживается очень сильно тельными мышечными корсетами, зажимами. То есть вы засыпаете, на самом деле, когда вы просыпаетесь, у вас мозг повторяет этот напряг. То есть тут даже не уходя в психосоматику. То есть я таскаю определенные зажимы изначально. У кого-то, у кого была спина? Спина, 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 спина. У кого болело? Круто. Чего у тебя сейчас с вопросом некого ощущения излишней ответственности на тебе? Ну, ты понимаешь, что ее много, ее надо тащить. И именно пока про тебя. Дело в том, что разные категории можно отследить с точки зрения тела и мозга, две части системы, по которым можно отследить, что со мной происходит. Вот состояние легко очень часто выдается в тех или иных зажимах, которые мы с вами таскаем, мы с ним ничего не делаем. Каждый день вы массаж себе не делаете. Каждый день вы не расслабляете все тело. Если кто-то так делает, я вас, аллилуйя, поздравляю, вы молодец. Остальные этот костяк таскают, потом годик за годиком, годик за годиком в такое состояние. Вот он на работе, он говорит, да нет, все нормально, скоро отпуск. Ему уже нормально, уже вот так, собственно, здоровается. Причем еще сумку в одной руке, то есть мы еще в таком положении начинаем ходить. А у нас верхний плечевой пояс – это все кортизоловые мышцы, все мышцы связаны с гормоном стресса. И вы все вот в этот костяк вот такие перекособоченные тащите. Конечно, когда вам говорят «пойдем тусанем», ты говоришь «о-о-о-о-о-о-о-о-о-о». Это не возрастная история, это просто вы этот костяк таскаете. Ну, потому что давайте так, кто делает зарядку хотя бы больше 15 минут в день? Вас видите сколько? Кто разминается, растягивается, снимает напряжение перед сном мышечным? Это другая категория людей, причем самая интересная. А ведь это очень важный момент. Во мне это накапливается, и если я это не сброшу, оно чудодейственно не рассасывается. Ну, то есть, куда оно денется? Ну, на простом животном уровне. Если у меня, у мужчины, в части какого-то тела происходит эффект единорога, то само по себе оно никуда не девается, это напряжение. Либо у меня должно быть во сне эротическое приключение, либо в реальности. То есть, любые напряжения в теле, которые происходят, с ними нужно что-то сделать. Именно проделать механически. Ваши версии, что делать с телом, что делать с мышечными напряжениями. Каждый день легкие вещи. Или в моменте на работе. У вас пространство позволяет. Если единорог. Нет, просто любые мышечные напряжения. Что с ним? До единорога дойдем. Просто мышечные напряжения. Растяшка. Что еще? Ну, можно выйти прогуляться. Попрыгать. Нужно либо идти к специалисту, типа массаж или идти спать. Самое главное. Увы, ты просыпаешься, напряг сохраняется, потому что у тебя конкретно мозг удерживает напряг в этой мышце дальше. Танцевать. Неплохо. Как часто танцуешь? Когда представляется возможность. Когда слышу музыку хорошую. Да, неплохо, хорошая музыка, возможность, настроение, подходящий партнер, среда, условия. Что еще можно сделать? В моменте простые вещи. Нет, вам нужно, смотрите, три способа разрядки таких историй. Черный же будет лучше видно. Разрядка, неважно чего, стресса, разрядка физухи, разрядка психоэмоционального напряжения, информационного напряжения, любая разрядка психотонуса. Первый способ физический. То есть это все, что связано с прогонкой через мышцы. То есть все, что попадает в категорию спорт, кто из вас, когда прям стрессует, либо когда негодует, выдраивает квартиру, дом, жилье, выдраивает. Это способ физический. Вы упахиваетесь, вы вот, чтобы некоторые посуды выдраивают. Это физический способ разрядки. У некоторых сюда попадает категория боль физическая. Увы, но есть чудотворная вещь, если никогда не исследовали, гораздо быстрее получить выброс эндорфинов на 30 минут, это получить в челюсть. Мозг неплохо компенсирует нашу боль выбросом эндорфинов. Очень классная вещь. Поэтому, если вдруг лень. Я объясню, что такое боль. У многих людей боль есть. Некоторые люди в стрессе начинают себе, кто-то выдирает брови, кто-то заусенцы, кто-то начинает, собственно, себе просто продавливать, болезненные места делать. То есть разные способы. Но есть такие люди. Я даже не буду поднимать руку, а то у вас еще заклеймят, что вы там мазохисты, садисты. Хотя, если вдруг вас встречает холодный-голодный кто-нибудь дома. Второй способ. Психоэмоциональная разрядка. Покричать подойдет для гнева, но не подойдет, к примеру, для эмоций печали. Это для печали. То есть в данном случае такое психоэмоциональная разрядка. Начиная от любых техник дыхания до любого прогоняния эмоций, катализации эмоций. Дело в том, что как раз мы пытаемся подавить, а ее надо катализировать. Ну, приведу простую бытовую историю. Когда вы вдруг раздражены, как вас пытаются успокоить близкие люди? Вот вы прям раздражены. Не нервничай. Не нервничай. Еще? Еще? Посчитай до десяти, говорят. Еще что говорят? Гладят. Гладят начинают. И теперь, действует ли... Подними левую. А, и типа, да пошло оно. Помогает ли это с вашим состоянием раздражения? Не помогает. Левая рука. Левая рука, а все остальное, она высвободилась? Все остальное пока напряжено. Что происходит в этом случае в моей семье? Итак, простая бытовая техника. Итак, у меня супруга, и она раздражена. Не важно, ПМС, пред-ПМС, пост-ПМС. Не важно, что это за состояние, потому что женщина вообще устройство... Ну, понимаете, ей сложно жить. Потому что есть, допустим, 5 дней до месячных у нее плохое настроение. Потом месячные 5 дней настроения. Потом она выходит из этого настроения 5 дней, уже 15 дней. Еще, не дай бог, 15 дней дождь, но как бы вообще месяц пошел в задницу. Что? Я не могу этого терпеть, это долго. Я подхожу и понимаю, что у нее состояние какое? Раздраженное, например. Вот система координат, то есть она где-то вот здесь. Если я буду ей говорить, ну давай, расслабься, сходи отдохни, да не парься, да возьми себя в руки. Это состояние как-то вот тут колеблется, никуда не уходит, еще вот так вот, но все равно сохраняется не очень негативно. Я подхожу и применяю технику двух пальцев. Я использую вот эти два пальца и делаю прекрасный болезненный, такой серьезный болезненный щипок за бак. В ответ я получаю, пошел нахер. Но только более грубыми словами с попыткой меня ударить. Я ретируюсь на два шага, обхожу с другой стороны, повторяю технику щипка двумя пальцами другой рукой и наступаю еще на ногу. Для чего? Для того, чтобы она спровоцировалась на меня и попыталась меня догнать, меня стукнуть, ущипнуть, ударить. Но фишка в том, что за счет того, что я катализирую это состояние своими действиями, через пять минут ей становится ха-ро-шо. По одной простой причине. Организм стремится вернуть себя в гомеостаз. Для него это стало крайне отклонением. Но это как вспомнить о себе в школьные годы или в университетские. Возвращаетесь с переменной, вы бегали и веселились, вам весело. Как вас пытается успокоить учительница? Я не знаю, в какой школе вы учились. Нет, как раз. Учительница пытается вас успокоить по принципу «Тихо! Тихо! Я сказала урок!» Помогает ли это успокоиться ребенку? Не помогает. Но зато есть хорошая ситуация, которую вы знаете, проржаться. Если катализировать тот же самый подъем эйфории и веселья чуть выше, например, когда вас щекотят, вам весело. Потом ты говоришь, все, хватит, хватит, хватит. Человек усиливает щекотание. Через три минуты ты говоришь, все, 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 все. Ушло веселье. Все. Невесело. Все. Момент упущен. На самом деле произошла просто катализация эмоций и радости и произошло устаканивание этого процесса. Любую эмоцию можно катализировать. Более того, ну давайте так, очень странно катализировать печаль комедией. Печаль хорошо катализируется, когда ты пошел, включил себе самую старую песенку Алсу или самую старую песенку Димы Билана, да, то есть или что-то из твоей любимой другой коллекции. Ты взял свои детские стихи, вспомнил свою первую любовь, вот она у тебя слеза, у тебя мокрая майка от слез, тебе стало хорошо. То есть это некое перепроживание этого процесса, катализация, чтобы не застревать. Просто если не катализировать, то потихонечку это переходит в состояние, вы с этим унылым лицом живете. Более того, у вас это все на лице отражается. Часто видели людей, у которых морщины вот такие. То есть человек, который постоянно носит выражение отвращения. Он на все так смотрит. Ему и отпуск так вот, и ты вот так вот, и зарплата вот так. Ну ладно, хочешь зарплату, а типа, ха, но все равно как-то недостаточно, да, вот так вот. Есть люди, которые вот с таким уже выражением живут, тут уже просто мышцы накачаны на лице, то есть он закован в это состояние. Ты ему говоришь, а на следующей неделе поехали в пейнтбол. Он такой, давай. И ты понимаешь, нерадостна ему твоя новость. Ты собственно и секс-то не очень хочется предлагать, потому что не просто это будет, нелегко. Вряд ли вы видите людей, у которых вот так вот зафиксирована улыбка, но если она есть, то вы считаете его либо больным, либо под чем-то. Другой версии нет, что это здоровый человек. Единственный человек, у которого такая широченная улыбка. Смотрите, что нам с этим еще можно сделать? Надо понять, что у меня есть три системы мозга, и они на меня воздействуют. Во-первых, самая древняя система рептильный ум, которая отвечает за инстинкт выживания, лимбическая система, которая отвечает за чувства эмоций, неокортекс. Вы пытаетесь решить свои проблемы, решить проблемы человека, типа посчитать, не посчитать, через логику, через рациональный мир, через неокортекс. В нашем мозгу управление происходит снизу вверх. Что значит снизу вверх? Если вдруг мне кто-то активирует лимбический мозг, остальные две части не работают. Ну, например, вы ходите, вы сейчас с работы. Пойдете до метро, до дома, а вам реально вот за территорией вот этой всей промзоны, ребята с бородой, вы понимаете по акценту, что, скорее всего, это жители Кавказа, и по интонации «Эй!», вы понимаете, что это вам. Вы понимаете, что это вам и их шестеро, и вы понимаете, что надо бежать. Причем вы понимаете на каком-то интуитивном посыле, вы бежите даже уже на самом деле. У вас включается рептильный мозг, который говорит «Выживай!». У вас высшее управление не происходит, вы не задаетесь вопросом лимбического мозга, типа «Мне радостно бежать или грустно?» Трепетно, да, как-то? Нет, вы не задаетесь вопросом неокортекса «От чего я бегу в этой жизни?» Куда? Когда я перестану бежать? То есть, если идет управление на уровне рептильного мозга, он управляет всем. Если у вас идет управление на уровне лимбического мозга в неокортекс, вы тоже не понимаетесь. Когда вы влюблены, вы на лимбическом мозге, у вас вот такие широкие глаза, у вас текут слюни, вы смотрите на своего объекта божания по принципу «Эй-да-да, эй-да-да, эй-да». Все. Вы не используете логику, у вас никакого рациона нет. Вы не смотрите на партнера рационально по принципу «Если к вам вдруг кто-то подкатит на корпоративе, у вас же бывают корпоративы?» Бывают корпоративы. Если у вас скопилась потребность сбросить напряжение, вы не будете рационально оценивать по принципу «Ну что ж, дружище, ширина твоих плеч, я вижу, 89,92. Недостаточно для генетического пополнения моего рода. Я вижу, что у тебя слегка неприятный запах изо рта, скорее всего, проблем с пищеварением. Возможно, это генетическое наследственно, чего тоже не хотелось бы унаследовать моим дядям. Поэтому, боюсь, что коитус у нас не произойдет. Максимум морал, может быть, что-нибудь другое. То есть вы не смотрите на человека рационально. Более того, простая система манипуляций. Хотите манипулировать человеком, вызовите эмоцию. Потому что любая эмоция понижает уровень ваших мозгов рациональных. Чем выше уровень эмоций, тем еще меньше мозгов. Поэтому закон простой. Вызови эмоции, не знаешь, какие вызывать, вызывай любые. Там потом перенаправишь. Потому что, когда вы злые, у вас ограниченный спектр восприятия. Когда вы грустный, у тебя ограниченный спектр восприятия. Когда ты радостный, ограниченный спектр восприятия. Любая эмоция вас притупляет. Поэтому это и про манипуляции против вас. Я на эмоциях хреновенько соображаю. Надо поэтому понимать, откуда берется ваш стресс на животном уровне. И в чем разница животного и человека. Если, к примеру, здесь сидит собака. И начнется раздаваться громкий шум. Ну вот музыка заиграла. Что будет делать собака? Бежит. Два варианта. Либо она начнет лаять на объект. И он уничтожается. Либо она убегает. Итак, что делает человек? Раздается громкая музыка. Ему некомфортно. Поначалу он будет сидеть. Да, так и произойдет, что вы продолжаете сидеть. Потому что, к примеру, происходит объяснение. Ну, у людей праздник. Это ВДВшники. Да я мне надо доделать проект. Да я не отвлекаюсь. Да я сейчас одену наушники. То есть мы начинаем себе объяснять, почему, но главное начинаем терпеть. Механика животного и преимущество животного. Животное способно уйти от источника стресса. Человек способен удерживаться в источнике стресса. Тем самым его накапливает. Маленький нюанс другой. В каждом из нас с вами есть животное. Но не в каждом животном есть человек. И надо понимать, что у меня есть животная история, которая тоже накапливается. Это инстинкты. Четыре базовых инстинкта, которые у вас всех. Голод, размножение, бегство и агрессия. Важный нюанс, который стоит знать про эти инстинкты, они самонакапливаются. Что это значит? Не важно, будете вы со мной разговаривать, будете вы работать, пойдете вы домой, будете отдыхать, читая книги, смотреть фильмы, инстинкт накапливается. И чем больше он накопился, тем сильнее он стремится себя разрядить. То есть животное начинает вам приказывать вести себя к пути разрядки. Чем выше накопился инстинкт, тем меньше ваша выборочность. Ну и простой пример. Кто предпочитает плотно завтракать? Прямо вот, чтобы насытиться. Кто предпочитает завтракать? Овсяночка, кашка, кефирчик, творожочек. Кто предпочитает не завтракать? Ну и желудок еще не проснулся. Итак, что происходит с вами? Когда вы позавтракали, вы стакан голода опустошили. Он чистый, он пустой. Вы идете на работу, проходите здесь на 1905 года, в подземном переходе, там какая-нибудь кофейня, шаурмечная и так далее. Вы понимаете четкий посыл мысли. Кто жрет шаурму утром? Кто жрет утром в Макдональдсе? Это же жирная пища, говорите вы. Но вы пришли на работу, у вас был серьезный проект, встреча, надо было быстро сдавать дедлайны, вы не позавтракали, не перекусили, точнее в полдник, не пообедали в кафетерии, инстинкт поднакопился. Вы думали, сейчас закончу встречу, я хоть, ну не знаю, бутер возьму. Не взяли бутер, инстинкт поднакопился. Сейчас я закончу, быстренько съем гречечку и пойду домой. Не взяли гречечку, инстинкт поднакопился. Итак, 20 часов вечера, вы пытаетесь сидеть домой, проходите мимо этой шаурмечной, этого Макдональдса, и у вас инстинкт достаточно высокий, чтобы снизить вашу выборочность. И мозг подправляет вам четкий сигнал. Господь придумал это блюдо. Вы просто чувствуете, как у вас слюни текут от вот этой майонезно-помидорной жижи, из вот этого шаурмы, и понимаете, что этот ашот, это посланник Господа. Он нарезает святейшее мясо и заворачивает самый нежнейший лаваш, который не заветривался здесь сутки. Нет. Это просто вот там идет свечение, ты понимаешь, вот это вот ангельские голоса поют. Что животное говорит? Жри все, что попало. Кто пытался садиться на диету и не есть после шести? А кто при этом ложился в 20 часов? Нет, вы скажете, что ложились в те же самые 23, 24, 01, 02. То есть что значит? Я с шести не ем, инстинкт продолжает накапливаться. И вот с течением какого-то времени, в 22 часа вы открываете холодильник, инстинкт же накопился, и вы понимаете, что вот подсвеченная тем же самым божественным светом палка колбасы, заветренный кусочек какой-нибудь хлебушка с утра, он ждал вас. И ничего не будет. В 01 уже можно есть, это уже следующий день, это уже дождь до 18. В принципе все позволительно. Ты сейчас ляжешь, а оно переварится, расщепится. Просто все. Какая разница, если я буду заедать огурцом, отрицательная калорийность, торт расщепится. Нет, так не делается. Та же история с другими инстинктами. Инстинкт размножения. Он у нас также поднакапливается. Если вы вдруг идете по улице, понимаете, что вы хотя бы чувствуете чужой запах, парфюм и так далее, у вас поднакопился инстинкт размножения. Если вы идете и вы понимаете, что у вас глаз случайно соскальзывает с мыслей, с размышлений на плечи, лица, жопы, у вас поднакопился инстинкт размножения. Хотя бы мельком вы зацепили любую чужую физиологию, инстинкт поднакопился. Его надо сбрасывать. И сюда секс, и фетиш, и мастурбация, сюда все подходит. Потому что иначе будет критическая ситуация. Самый простой пример, чтобы вас не шокировать, не обижать, это в прошлом столетии этот эксперимент был Конрадом Лоренцем сделан, когда в клетку поместили двух птиц, двух голубей. Они говорят, надо проверить инстинкт размножения из разной стаи. Через какое-то время инстинкт поднакопился размножение у голубя, голубь раскрыл грудь, начал пристраиваться к самке голубя. Ученые сказали, здесь все ясно, здесь все понятно. Убирают самку голубя, ставят самку другой птицы. В природе разные виды не скрещиваются, это у них противоестественно. Происходит еще чуть-чуть больше времени, стакан размножения еще поднаполняется, голубь делает очень простую манипуляцию. Он задается вопросом, видимо, какая разница, да? Я самец, ты самка, никто не узнает, мы в клетке, нам еще долго здесь быть. Начинает расправлять грудь и пристраиваться к ней. Они убирают самку этой птицы, кладут куклу, похожую на птицу, просто в силуэт. Проходит еще больше времени, начинает голубь пристраиваться к кукле. Все как у людей пока что. Убирают куклу, кладут белую тряпочку. Проходит еще больше времени, голубь начинает пристраиваться к тряпочке. Убирают тряпочку, просто вставляют голубя, уходят писать отчеты. Через какое-то время голубь забивается в угол клетки. Они думают, что с ним что-то происходит, начинают смотреть и находят, что голубь нашел подходящее перекрестие в клетке и начал скрещиваться с ней. Сбрасывать напряжение. У человека то же самое. С инстинктом бегства тоже понятная история. Крайнее состояние высшего инстинкта бегства, это когда ты пришел домой, уже все. Готов смотреть в точку, готов лежать собственно на диванчике и ничего не делать. Даже слабо дышать. Боком поставить игру престолов с первой серии и вот не моргая досмотреть до конца. Главное, чтобы жизнь остановилась вместе вот с ними, с Тирионом, Дейенерис и так далее. То есть, когда превышен накопление бегства, я начинаю играть в историю мнимой смерти. Можете рассказать, что такое бегство? Что это? Именно бегство? Да. С точки зрения животного бегства, это один из стимулов к перемещению по территории, к поиску новой земли, нового перемещения и избегания конфликтов с более опасными. То есть, в моем проявлении, давайте так, человеческом, кто из вас любит адреналиновую историю? Начиная от банальных аттракционов до прыгания с тарзанкой, с парашютом и так далее. Стремление к этой истории – это сброс инстинкта бегства. А кто из вас включает трейлер фильма ужасов и вам достаточно? Вы испугались в трейлере, там самый страшный момент показали, вы сказали, господи, все, хватит, я сбросил инстинкт бегства. А есть еще другая категория, у них еще поднакопился высшим инстинкт бегства. Вы идете поздно домой, сзади идет человек, ваш мозг при накопленном бегстве говорит, он за тобой. Ты не проверяешь эту историю, ты говоришь, надо идти быстрее, ты идешь быстрее, мозг говорит, он тоже идет быстрее. И он дорисовывает самую ужасную картину. То есть инстинкт бегства – это катализация того, чтобы снизить ваши любые социальные и физические контакты. То есть, в принципе, остановка, да, слечь. Либо убежать, либо уйти с работы, либо наконец-то уехать. То есть, когда так задолбало, наконец-то вы уехали, животное попыталось уехать, просто выйти вот в курилку, с курилки просто забрать вещи, с вещами просто уйти в парк, с парка уехать в другой город, бегство накопилось. То есть, в данном случае эту историю надо разряжать через адреналиновые выбросы. Хотя бы те же самые квесты ужасов, перформансы всякие, там хотя бы просто побегал от человека, актера, которого нельзя бить, тебе хватило, разрядился. Теперь не хочется убить ни коллег, ни руководства. Агрессия. С ней понятные истории, я ее приводил в пример. Сели в такси, спачкались, думаете, ладно, промолчу. Пришли на работу, на вас не похвалили, но поругали, стерпел, поднакопилось. Что-то там еще, тебя обидели, не успел послать нахер, человек ушел, поднакопилось. Пришел домой, тебя спрашивают, как твои дела? Ты говоришь, не хочу говорить, давай борщ. А я не готовила и не сдержался, потому что поднакопилось. То есть важна механика, которую стоит понимать, не вы этим управляете. Это вечный базис. Мне их надо периодически разряжать. Потому что если вы их будете откладывать, животное придет и переломит вас пополам. Включи порнушку, сожи все, что угодно, перестань общаться с людьми, проведи выходной дома, никуда не ходи, наори на этого человека. То есть животное просто приходит и говорит, делай так. Потому что животное берет управление вверх. Рептильный мозг начинает разряжать себя. А если я здесь сразу, то есть как-то женщины, мне кажется, не будет. Почему? Ну, например, не знаю, ваше метро, в принципе, надо будет промолчить решать. Мне промолчает, если не будет. А теперь хороший вопрос. Что делать, чтобы не накапливать? Что делать, чтобы не накапливать? Это одна история. Но он все равно будет накапливаться. Можно на самом деле. Нет, давай ты, конечно. Продоминировал. Какой ты такой секунд. Сублимация. То есть пример, который назван, это способ использовать накопленный инстинкт для перенаправления. То есть это более высший уровень, не разрядка, а перенаправление. Есть другой человек, который пытался не разряжаться, не орать на коллег. Коллеги его раздражали. Что он делал? Он отходил, брал заметки, брал ноутбук, печатал ситуацию, почему человек нехороший, что он хотелось бы сделать, что бы не стоило делать и так далее. Через полтора месяца он смог выпустить книгу «Как разговаривать с мудаками». Это его история, то есть сублимация инстинкта агрессия в творчество. Но это высший уровень, когда вы можете себя включать. Ваша задача, ведь можно дойти до состояния, когда вас наступили в метро и вы не орете, потому что инстинкт опустошен. За счет того, что у меня есть периодическая разрядка каждого инстинкта. Как мне периодически разряжать голод? Вовремя принимать пищу. Не просто вовремя, а придерживаться четкого расписания и не стыдиться той истории, если я ем из контейнеров в любом месте. Потому что в противном случае животное скажет «Ты не охерел ли откладывать обед?» Серьезно. Может, я буду думать о пище? Жрать, 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 сладенькое, сладкий запах. Чувствуешь, 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 не будешь ты думать хорошо. Такая история. Как мне периодически разряжать инстинкт размножения? Неплохо, а если не с кем? С собой. С собой. Неплохо, а еще? Ну это понятно, а еще? Сублемация размножения часто уходит в спорт, но это бывает недостаточно, это кратковременный эффект. Любовные романы. В данном случае твой пример прекрасен, потому что это как раз сублемация твоего инстинкта. Через воображение, через любые разновидности фетиша. Дело в том, что любовь к таким историям, у кого-то фуд-фетиш, у кого-то любовь, не знаю, к шее, любовь к прикосновению, любовь к музыке. Бывают настолько высокого сексуального характера, что не нужно вступать в прямой сексуальный контакт. Человек просто кайфует от других проявлений. Для него это реально высший экстаз. Для многих людей сублимация размножения – это власть. Невероятная вещь. Потому что просто это, когда тебя обожает толпа, ни один секс с этим не сравнится. И вот просто должна быть золотая вагина, инкрустированная алмазами, наверное, какими-то. И то не факт. Поэтому боксёры обещают заниматься взаимодействием? Перед боем. Да. Любым спортсменам профессионально. Вот у кого фуд-фетиш, он в метро спускается, и наступает. Нет, он скорее говорит, наступи мне, наступи. Бабуля, наступи. И всё на людях, на людях, давай. Возможно. Просто он как-то двух зайцев убивает. Вообще молодец. Кстати, хороший подход. Это проявление психоэмоциональной разрядки. И в данном случае в стратегическом разрезе тебе становится хуже. Ну, потому что в какой-то момент ты начинаешь увеличивать порог боли. И рано или поздно мы знаем, там есть граница. Это смерть. Это высшая игра. Окей, что делать с инстинктом бегства, инстинктом агрессии? Если вы знаете, что это адреналиновая история. В обоих случаях. И там, и там это адреналин. Что тебе нравится? Ну, как минимум, спорт. Причем спорт не в плане того, что я хожу на дорожку. Я хожу в фитнес 70 тысяч в год, чтобы ходить по дорожке. Скорее, любая круговая интенсивная тренировка, то есть где вы упахиваетесь за 5-15 минут так, что у вас, собственно, все, собственно, подыхает, вы готовы обливать ведро, сюда подходит. То есть это история, чтобы вас выворачивало. Вплоть до того, что вы не можете не ходить в фитнес. Вы можете даже, собственно, просто в любой ситуации отойти и проделать механизм. Интенсивно 30 раз присесть, интенсивно просто, если не хотите приседать, сделать там те же самые прыжки. То есть именно интенсивная задача перегрузить ту же самую дыхалку. Стресс быстро отпускает. Не хотите заниматься физухой, потому что вы там бодипозитив, люблю себя такой, какой я есть. Есть другая механика, хотя бы через статику. Смотрите, ну сделаем простой момент. Подняли плечи, прижали, сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Еще можно сильнее, потому что вы немножко схалтурили, можно еще посильнее придержим, пока прям давим-давим-давим-давим-давим. Там остался зазор, можно еще чуть-чуть сильнее поднадавить, прям так, чтобы прям трясло, прям было болезнно. Прям давим-давим-давим-давим-давим. Еще чуть-чуть сильнее давим, 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 давим. И бросаем всю эту историю резко вниз. Малейший способ не сбросить все напряжение, но в моменте хотя бы успокоить напряг. Вторая история – это когда ты можешь, собственно, до полной статики, собственно, все вот это скукожи джаться прям так, чтобы прямо трясло все. Теперь я готов с вами продолжать разговаривать. Здравствуйте. В чем, собственно, проблема в нашем проекте? Что для этого можно сделать? Вы всегда имеете право выйти с любых переговорных процессов. Вы же, если заходите в туалет, выйдете же в туалет? Или будете терпеть? Пойдете в туалет. Вы можете тогда выйти в туалет, потратить минуту-полторы на любую интенсивную физическую разрядку, чтобы вернуться и сказать, продолжаем. Просто механика очень интересная за все мои опыты переговоров. Если собеседник не может в ходе переговоров со мной оторвать задницу от стула, я понимаю, что могу его разматывать как угодно. Если вы за собой замечаете, что по какой-то причине, неважно какое объяснение, воспитание, эмоции, переживания, некогда, не вовремя, не можете поднять пятую точку и просто встать от стула, вы уже проиграли сами себе. Вас уже захватил какой-то другой механизм, вы себе не принадлежите. Поэтому если вы не можете себе позволить уйти, хотя бы на минутку, вы уже проиграли всем эмоциям, всем процессам, всем механизмам. Моя задача выйти, сбросить напряг, продышаться, мышечное сделать. Можно продышаться. Продышаться по дыханию по квадрату. Кто значит дыхание по квадрату? Круто. Тогда сделаем простую форму и сложную форму. Простая форма. Вдох на 4 счета и выдох на 4 счета. То есть я буду считать пальцами и постарайтесь, пока цифра 4 не появляется, не заканчивать вдох и не заканчивать выдох. Готовы попробовать? Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 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 Это короткая версия. Полная версия, когда у вас между вдохом и выдохом появляется пауза в 4 такта и между выдохом и вдохом появляется пауза в 4 такта. Легкая механизм. Давайте попробуем с паузой. Вдох. Пауза. Выдох. Выдох. Пауза. Пауза. Вдох. Пауза. Пауза. Выдох. Выдох. Пауза. и хватит штука которая позволяет во первых стопорить все гормональные процесс точки зрения того чтобы нормализовать тот механизм который есть потому что единственное что мне пожизненно принадлежит в моем легком управлении сердцебиением я не могу так легко управлять дыханием могу управлять через дыхание могу многие процессы структурировать вторая механика с дыханием мы практически всегда когда на эмоциях с вами говорим связками да пошел ты да то есть ты обижаешь меня задача опустить дыхание в живот если кто-то занимался вокалом кто-то занимался хотя бы раз любой речевой гимнастикой то есть твоя задача сделать глубокий вдох чтобы у тебя вот здесь надувался шарик да то есть такой вдох ну и выдыхать через то что вы давите сюда то есть выдох и говорить отсюда же то есть чтобы не уходить в эмоции то есть давайте простая фраза мама дай мне мыло задача сказать не связками не джигурдовский стайл типа мама дай мне мыло а задача говорит животом каким образом делаем глубокий вдох надуваем шар и как будто бы выдавливая просто вот нажимая на шарик каждое слово выдавливаем воздухом то есть по принципу вдох мама дай мне мыло и уметь говорить животом не прерываясь попробуйте сейчас вместе со мной вдох и поехали мама дай мне мыло а теперь попробуйте не прерываясь на одном выдыхание живота то есть не надувая просто вот начать его выдавливать и целое предложение сказать чтоб не получилось запыхание без вот этой истории поехали вдох мама дай мне мыло да на самом деле если они анализировать даже риторику харизматику всех от властных лидеров то есть те кто так или иначе оказывает влияние воровском мире в политическом мире спортивном мире это не люди которые периодически ходят и рад орут типа друзья друзья давайте их всегда замечают на том что они говорят низким тоном очень ровно их все слушают они не пытаются всех перекричать из отряда послушайте же послушайте же никто вас не будет слушать вот здесь очень важный момент отследить у себя любое напряжение и опустить в живот и животом сказать погоди и достаточно можно погоди другая механика это все животная история мы же до человеческой не дошли человеческая история у кого из вас есть опыт общения с людьми которые любят на вас давить любят на вас агрессировать что делаете как вы им противодействуете просто прекращаешь общаться неплохо чё другие делают но найтись в ситуации ты все равно чек продолжает тебя пушить то есть он такой прессинг остается на самом деле у текст не бегство такой момент сыги сыграй до изолироваться но давление остается животное бы ушло ты осталась ситуации окей еще идешь типа в ответ ему а сам тупой неплохо неплохо еще версии давай окей еще версии это неплохо вообще если можете это позволить вы неплохо с собой работаете вы не терпите у вас нормально работать своим животным его нет не убиваете вы а это смысле типа с точки зрения вырубиться то есть это рядом но не слушаешь проблема в другом смотрите то что вы сознательно отключаетесь но у вас органы чувств такие же как слух продолжают все эти звуковые волны обрабатывать это все равно что рядом стоит колонка на концерте который херачит в околне сидите и таки я отключусь но у вас все тело подвергается этому давлению все равно спасибо что просто вы изолирует животное говорит хозяин нам бы свалить либо убить его пожалуйста серьезно давай хоть что-нибудь ну укуси за яйца что-нибудь еще версии сделаем пример вообще почему человек на вас орет но пушит все равно пушит все равно давит он состояние все равно давит давайте вопрос почему почему это мы его пытаемся логически разложить а теперь мы с вами поймем что люди не логически орут вообще-то они находятся в иррациональном состоянии этап он раздражен то есть любом случае идет восприятие вас или ситуации или агрессия накопилась в любом случае там что-то накопилось если я вовлекусь а у меня все было хорошо то он на меня разрядиться а я наоборот заряжусь то есть я не разряжусь поэтому сейчас дам рекомендацию если ваша задача сохранить свое эмоциональное состояние и не вовлечься а желательно убить агрессора то чтобы он подустал именно устал механика ситуация такая есть сотрудник в компании его никак не могли уволить пять лет хотя всех увольняли он выживал за счет одной механики вот эмоциональное напряжение вот время что происходило приходил начальник начинал на него рать говорит что-то не выполняешь план почему-то не вот здесь в этой точке начальник замолкает свою вот это давление свой пушинг свою агрессию как вы думаете что делает сотрудник ты знаешь молчи пока что он делает задача не вовлечься в агрессию выжить и продолжить работать дальше не вовлекать в агрессию принял вину что ты не выполняешь план вали меня игнорируешь игнорируем не расценится за счет как агрессия получай прямое столкновение прямая агрессия сам вовлекся пострадал так еще и когда варите вас хочется еще больше с вами воевать ну и не всех вы можете переорать есть у нас более хрупкие девушки не могут подойти некоторые габаритные молодые люди не всех легко переорать даже по дыхалке по физике техника простая итак здесь орет человек орет 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 давит 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 здесь он замолкает сотрудник делает очень простую механику он слегка наклоняет вперед голову слегка приподнимает плечи слегка делал так вот бровки домиком и произносит совершенно недоумевающим голосом только одно слово смысле очень важно соблюсти все вот эти нюансы именно состояние безопасности и недопонимания они вот это типа и смысле 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 я не прав мнение без гопников а именно смысле что происходит в этой точке после этой фразы руководителя во-первых адреналин подзакончился во-вторых возникает мысль на меня не поняли он начинает объяснять почему сотрудник должен был его бояться писаться трусить чувствуется виноватым оскорбленным что так неправильно то есть уходит в логику это уже не страшно срочно объяснять что анекдот смешной когда его уже рассказали уже не смешно уже как-то типа ну да 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 куда куда классно да в этот момент когда рассказ заканчивается сотрудник пытается перехватить инициативу сказав а я понял вы об этом и пытается увести русло в другую совершенно историю человек такой ну да 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 если не срабатывает и руководитель говорит да что ты мне здесь лечишь я тебе совершенно про другую проблему да почему план то не выполнен недолго думая и так далее дело в том что с одной истории задача собеседника агрессора измотать а он в этот момент измотается только по одной простой причине адреналин вас высасывает по самый не могу прав невероятное состояние и вы сохранили свое здоровье давай но я просто думаю у меня есть такой человек в отделе во первых человек который всегда кричит девушка правильно сказала что порой люди не обязательно они даже не молчат они просто другие они находят как бы кричит тебе другого друга ну как какого-то своего вот но у меня тогда дальше наладится в общении а не измотать его не победить его потому что это будет вечная борьба потом он будет мне проще говорить с человеком в рациональном поле когда у него устало и рациональное состояние то есть иногда мне даже в моих переговорах приходится с человеком немножко пободаться чтобы потом закончить через 15 сказать ну что теперь можем поговорить все-таки о делах потому что если ситуация накопления которая была даже до меня не проще ее прогнать чтобы с человеком потом поговорить но многие люди не доходят этой фазы потому что в ходе эмоциональной разрядки что делать люди хлопают дверью уходят да вы сами твари уходят мне просто что делать со своими подавлыми эмоциями когда у меня дарят на мое больное я стараюсь держать себя в руках но потому что я не могу разъявить я если честно стороной все таки разрядки я не могу как бы в быту я разряжаюсь вот если ты сделаешь физуху выйдешь прервешься не накопишь типа я выйду потом после встречи а выйдешь и сделаешь сразу не будет страдания это как раз ты не накопила а выбросила есть другая история не вовлекаться есть кроме категории агрессоров есть другие люди которые тоже проблемные на вас пытаются слить историю это нытики то есть люди у которых жизнь боль им грустно им плохо и они тебя вовлекают в эту боль они говорят помоги иногда не говорят помоги просто говорят у меня не получится ты успокаиваешь да нет нет жизнь жестоко в нашей стране ничего нельзя путин вор путин преступник и все дорого бензин дорогой жизнь ничемная женщины не дают я никому не даю а ты вот тебе-то повезло ты-то молодец а мне вот не повезло и вот он сидит и просто вот вот все это поле создает она просто растет 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 он всасывает вот и против агрессоров и против нытиков есть другой метод не вовлечься если ваша цель сохранить свое здоровье это простой метод я предлагаю его немножко прям потренировать механика простая у вас есть возможность меня потроллить подцепить спровоцировать задеть кинуть любую едкую фразу а я попробую на них поотвечать не вовлекаясь не исключено еще еще сколько стоит в смысле еще еще раз дайте утвердительное прямо чтобы как как провокация как троллинг как заедкость вот как вас задевать так бывает так бывает а вы часто стакан размножения переворачивали так бывает не исключено еще что-то слабенькое смотрите историю которую со временем удалось вывести по одной простой причине с одной стороны надо было создать механизм который я вас юридически защищает с другой стороны не является ответной агрессией с третьей стороны воспринимается как ответ человеком но ответом не является три фразы хорошо не исключено и самое бинговое так бывает в смысле у нас осталась она более бойцовая здесь именно не вовлечься то есть он приходит и говорят ни хера не работает так бывает не исключено не исключено если он не может прийти к другу и отвечать ему хорошо не исключено так бывает никто не будет смотреть твой проект когда что не работает ты тоже не можешь не вовлечься ну то есть я как-то снимаю но и хорошо хорошо а что если у тебя друг нынчик ты вроде как бы и не вовлечься не можешь надо его поддержать но и в месяц когда смотри тебе приходит и говорит жизнь говно так бывает нет он хочет слить на тебя говно но не решить проблему это разные вещи есть люди которые приходят решать есть люди которые приходят сливать я сейчас говорю про те кто приходит на вас сливать негатив либо злость либо обиду неважно есть история самосохранения в данном случае именно если давайте так есть маленький механизм вы сейчас начинаете логически объяснять на дрессированные вещи почему вы должны страдать я рад за вас но пока что наука говорит что вы смертны ну просто на всякий случай любые накопленные переживания говорят что вы становитесь чуть раньше смертны ну например при накоплении любой гнева агрессии и так далее самый ранний инфаркт сегодня происходит во первых у мужчин 70-80 процентов не у женщин во вторых самый ранний порог уже достигает 32 лет и так кто уже переводил за 32 года вы попадаете в зону риска при накоплении вот этих состояний если моя история не вовлечься в эту историю потому что на самом деле если читали эрика берна игры в которые играют люди зачастую это психологическая игра в которой человек призывает давай поиграем в пустое времяпровождение в котором ты уже проиграл давай я буду иметь тебя а ты будешь мне подыгрывать как тебе то есть если вы попытаетесь например ваш человек обвиняет любое оправдание посмотрите если мы говорим даже про переговоры интервью дудя и так далее особенно последние коли они были названы не в занимании позиции оправдания ответа и так далее более важная позиция отстраивания попытаешься оправдаться внешне ты выглядишь уязвимо ты в позиции защиты в защите ты всегда проигрываешь ты не захватываешь инициативу он делает то же самое только другими фразами хотите посмотреть более мощное применение чем в интервью дудя и киселева того же самого затупить посмотрите интервью с василием якименко на серебряном дожде шесть человек с фактами с документами со строчками пытаются его переехать фактами человек через метод затупить не понять через смысл вот эти вещи разламывает всех так что они в итоге сходят на нет просто за счет того что применяет разные формы вот этого смысле это по факту 11 частных примеров затупить причем ваш внутренний голос будет но так же нельзя надо же отвечать власть осталась на его стороне он не ушел в позицию унижения оправдания объяснения а самое интересное толпа любое оправдание воспринимает как уязвимость и как то что вы виноваты закон массы всего лишь на все поэтому если моя цель сохранить не вовлечься в чужой негатив у меня все хорошо я нормальный человек все хорошо пришел агрессор пришел нытик зачем мне это так бывает ты косячишь не исключено но он же поступил неправильно не исключено ты все просрешь если с ними свяжешься так бывает причем первые все эти установки вам дарят те же самые бабушки мамы и папы вы прекрасно знаете что если будешь есть с набитым ртом что будет подавишься будешь качаться на стуле пойдешь на улицу без шапки то есть у вас уже предписанное будущее вы в принципе в рамках квадратного будущего нет вариации квантовая физика здесь не работает у вас бабушка сказала только такой исход никакого другого мама сказала собственно будет так не выйдешь до 25 старая дева не родишь до 30 не родишь то есть ты просто в этих рамках существуешь и они продолжают это делать особенно когда говорят когда замуж когда женишься женились они приходят со следующей сложной задачей когда дети вы выполнили этот квест родили они тут же приходят через месяц когда второй у них квест очень понятный они очень понятный орк вы просто очень странно с этим орком боретесь вы все время отдаете дань все время подыгрываете хотя могут сказать вот вы же помните самый худший наш враг это сын или дочь маминой подруги и поэтому когда он приходит говорят а вот марина то уже конечно директор вы начинаете обижаться и злиться все что можно сделать дыхание по квадрату и одна фраза так бывает а вот они уже женились и летят на Мальдивы хорошо потому что любой ответ типа мама почему ты все время про них расскажешь приведет вас к агрессии к уничтожению ваших внутренних эмоций зачем вам это здесь история как раз то про не накапливание проблема в том что вы как раз то накапливаете с одной стороны животные инстинкты с другой стороны вы накапливаете эмоции и не катализируете их в моменте не сбрасываете и это все переходит в состояние в эти состояния таскаете зачем ну если цель пострадать найс просто кайфоните хотя под страдания если нету цели пострадать есть цель хотя бы там достичь какого то счастья удовлетворения комфорта кажется вы на данный момент что-то делаете не так гипотеза не навязываю но как вы помните с точки зрения встающих людей в очереди тренд сегодня на пострадать тренд ничего с этим не делать тренд упахиваться в первых порах вам придется сбрасывать на физике сбрасывать потому что в противном случае вы вот это не сделаете но потому что когда вас за больную струну задели за детскую струну вы скажете почему это неважно в какие истерики но вы ушли в истерики поэтому либо вы собственно сказали мамуля погоди еще раз еще запыхавшись и говорят да-да-да-да зарабатывают больше чем ты так бывает а зачем вообще отвечать если все вопросы сводят к тому что ну по сути мне бог ну ну не бог вопрос очень хороший но вы же зачем-то отвечаете на данный момент так я и говорю потому что можно не отвечать на такие вопросы можно можно еще смешно что вот эти все методы не работают если формат диалог то есть например если здесь пишут мессенджеры или письмо пишут то ты чаще всего не можешь написать тот смысл почему потому что тогда ты человек который читать не может хорошо так я уже услышал и многие я услышал работаем дальше есть люди которые в чате не так говорят они говорят типа ок а есть если еще у вас телеграммный чат они просто какой-нибудь стикер кидают и ты такой хоть что-то а человек какой-нибудь реально стикер типа такой либо самые трешовые там есть такие прям вообще дикие такие думаешь про что это вот типа ок ох давай ты молодец вперед они делают это причем вы продолжаете с ними общаться типа диалог можно у этого есть еще куча разнообразия вам пока с этим попробовать вопрос же в другом не в том чтобы не разговаривать с людьми а если на меня предъявляется каток каток либо агрессивный либо каток нытья только в этом ключе когда вы понимаете что вы не в рациональном поле разговора только в этом ключе не в том чтобы вы со всеми ходили и говорили будешь чай не исключено дорогой может быть секс так хорошо хорошо в смысле то есть да то есть ваша задача вы же мозги то свои то тоже не отключаете чтоб не было такой ситуации что вплоть до того что вы ломаете просто стюардессу которая подходит вам курицу или рыбу в смысле она говорит еще раз к улицу рыбу выглядит так бывает и она просто какой-то он говорит пометила просто место себе обвела вот маркером всем рассказал что больной человек не ходит если 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 то 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 есть это очень классный да смотри какая интересная история ты либо начинаешь играть я просто приведу другой пример вот был сейчас ответ менеджера не отвечать до утра это просто реальная история из студентных проектов в этом есть история не отвечать приводит к некой репутационной истории в том что человек он пошел сплетничать да давай 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 это история не придуманная глава компании написал супер эмоционально развернутое письмо менеджер проекта сказал он причем случайно не за экспресс логотип у вас нет всем всем внутри он сказал ни в коем случае не отвечаем все ждет завтра я взял на себя инициативу и написал очень развернутый ответ очень чуткий ответ мы с этим клиентом 4 год работаем душа в душе и так далее то есть человеку нужен был ответ человеку не нужен был ответ хорошо человеку не нужен был ответ не исключено человеку не нужен был ответ так бывает я его как бы на самом деле я ничего толкового не ответил но я вот эту эмоциональную бурю которая на меня покатилась просто как бы сказал я тебя слышу я вас слышу я разделяю смотри какая большая разница твоего ответа сейчас сейчас большая разница твоего ответа когда у тебя с твоим фоном эмоциональным все хорошо то есть тебя вот оно не вовлекло не завлекло ты можешь нормально остаться в ссотации неокортекса состояние взрослого по эрика берну то есть и грубо говоря увидеть в этом на самом деле боль человека не среагировать что тебя обижают а увидеть его боль с этим что то делать твой подход невероятно эффективный есть ситуация в другом что приходит такое письмо у человека тут же подгорает который увидит что его сейчас оскорбили унизили расчмырили и что он может написать в ответ только еще больше собственно срач и полтора на полтора в итоге мы уже войной и мир здесь как раз эта история чтобы если у меня подгорает моя задача сбросить стресс и негатив и не вовлечься а если как раз это состояние твоего формата ты можешь это вытащить потому что на самом деле верхний уровень работы с эмоциональным интеллектом с собой когда ты понимаешь что вообще мир не имеет к тебе намерений ведь реально люди когда на меня орут они не имеют ко мне намерений каждый кто орет это проявление своей какой-то боли уязвимости накопилось задето я не при чем конкретно ко мне претензий нет там какая-то проблематика там какая-то с детства боль какая-то современная боль какая-то животная боль но не ко мне тогда я не буду на него орать и понимаю что тут посыл на помочь это просто другая стадия развития это уже вопрос развития философии и другой структуры мышления нет ни одного конфликта к тебе никакого намерения нет дальше человек приходит и пытается тебе поныть он не пытается тебе настроение испортить как мы думаем это проявление другого состояния либо игры по берну надо ее другой транзакции с антитезисом сломать это немножко другая стадия работы здесь же был вопрос другой мне говорят у нас люди смотрят в точку потому что выиграли состояние состояние так что хочется сотрудников убивать орать и так далее либо тихо либо громко то есть люди накапливают накапливают состояние и в итоге так вот ответить они не могут потому что там стопудово меня обижают стопудово ведь это же понятно что если человек вам в мессенджере не поставил в конце скобку или поставил точку одно предложение и точка вы же понимаете что у него испортилось настроение да или я его задел или он ну то есть нет других вариантов то есть то что человек случайно не дотянулся до скобки или просто появилась точка или он просто сделал копипасты заметок неважно какие варианты четко знаем дело плохо та же ситуация то есть как бы в телефоне мы слышим какой-то голос мы такие расстроен то есть мы не учитываем что человека только что наступили на ногу человек только что бежал за маршруткой человек просто только что вот вот стремится вот у него прямо разрывается все у него так кишечник что ему нужно в туалет он не очень готов с нами говорить по телефону но мы уверены на меня злиться проект не подошел я плохой я нехороший так далее так далее так далее все чему меня надрессировали в детстве я эти вас я просто вот в этом винегрите кручусь переживания поэтому здесь история как раз то вне накапливание вне убивание себя на гормональном уровне более сложный уровень это работа с чувствами потихонечку потихонечку подвергать их сомнений вычищать то чему вас надрессировали то есть когда вы сидите говорите меня не любят как ты это понял по каким критериям ты понял что тебя не любят он меня не ценит круто по каким критериям ты понял что тебя не ценят и потому что там замкнутый круг там нет ответа там есть надрессированная модель поведения исключительно надрессированная с этим надо просто что-то делать работать ежедневно работать постоянно работать я дам маленький тезис чтобы вы научились замечать за собой за другими малейшие проявления стресса который еще даже не накопился я сейчас покажу видео люди там стрессуют стопудово ваша задача не додумать а попытаться как раз то вычленить критерии по каким критериям вы поняли что это стресс ну например ищет поддержки это додумывание прикоснулся к щеке это критерий ищет вот вот это и это 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 и как это Продолжение следует... 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 И самое интересное, что значимый для нас стимул, некий источник стресса, является повышенным объектом внимания. То есть, собственно, если когда-нибудь пытались что-то прятать, чтобы это не нашли, вы периодически все равно посматриваете. У лжецов такая бывает история. Считается с мифом, что когда человек врет, он не смотрит в глаза. Это достаточно высокий миф на самом деле. В практике могу сказать, что когда человек говорит неправду, после сказанной неправды он стремится интуитивно посмотреть на собеседника. Интуитивная реакция, верят или нет, опасно или нет. То есть, по принципу, ну где ты был на прошлой неделе? Так была же командировка. Да? Что-нибудь еще? Ну какая командировка? Ну как какая? С коллегами? Это интуитивная реакция, убедиться, смотрят на меня. То есть, в принципе, опасность прошла, не прошла. Еще что было с точки зрения проявлений признаков? Это как ты это понял? Один такой был, да, один такой попытался сдаться. Но давайте еще о других признаках, которые были у большинства людей. Они смотрели на других людей. Это как раз история поиска опасности, вот цепляющий взгляд. Все, что вы видели, первый показатель стресса в нашем теле, это вегетативная нервная система. Дело в том, что выброс адреналина, норадреналина, главных гормонов, связанных с тем, что будет гонять в вас стресс, происходит за доли секунды. То есть, нет такой истории, что вы стрессанули, пошли домой, потом такие... Такого не бывает. То есть, у вас, в принципе, быстро меняется. То есть, вам говорят, теперь надо будет выступить с отчетом. У тебя быстро ладошки, хоп, ножки, хоп. Тебя уже быстро поднапрягло. И важный момент, первая характеристика, которая всех этих объединяла, когда они видели фотографию, за доли секунд происходила главная реакция. Замри. Подвисание. То есть, они останавливались в процессе, потому что тело все подзамирает в этот момент. У нас животные реакции на стресс. Стой, бей, беги. Все. При сильном стрессе есть еще две реакции. Обморок и паралич. Так, стой, бей, беги, большинство. Что происходит у нас в данном случае? Ну, например, хотя бы с тем же самым дыханием. Вы правильно сказали? Учащается. Но важный момент. Адреналин, тело напряглось. Поэтому, если я вдруг не успел добрать кислорода, то когда я начну отвечать, я начну его с подвдоха. Типа. Если я вдруг недовыдохнул, недовыпустил углекислогаз при напряжении, то у меня начнется с подвыдоха. Типа. Что же сказать? Что же сказать? Надо подвыпустить. Другая история. Голос. У меня же также на прелисе связки. Когда вы струсуете, что происходит с голосом? С одной стороны прокашливаешься. Начинается вот эта история. Сухо в воздухе. Но мы два часа уже говорим, мне было сухо. Что-то устал. Другая история, что происходит с голосом. Возникает неудобный вопрос. Вас спрашивают, что происходит с вашей интонацией. Повышается, понижается? Повышается, потому что история дать петуха напряжение в связках. Когда, типа, кто это сделал? Кто? Я? Сейчас. Что-то с голосом. Дал петуха. Дальше идем. Частота сглатывания. При выделении адреналина, норадреналина у вас снижается очень сильно секреция слюнового самого элемента. Слюны, секрет слюной. И поэтому начинается вот это прикосновение к носу, прикосновение к лицу, облизывание, попытка сглотнуть, прокашляния, потому что меньше слюнового секрета. Под отделение, понятно, особенно чем больше у вас лишнего веса, тем вы сильнее потеете, у вас хуже работа эндокринная система. Другой момент. У нас за счет этого появляется больше жестов прикосновения к себе в принципе. Любых моментов с точки зрения их становится больше. С момента успокоения, стресс, чем выше стресс. Но книги по пикапу нас учат. Женщина трогает волосы, хочет меня. Если вы будете читать книги по пикапу, вы просто идите с ума по той причине, что ты поймешь, что тебя в Москве в метро хочет очень много людей. И вот этот мужчина, и вот эта бабуля, собственно, в принципе, очень много людей. Это очень поднимается самооценку, но что вы с этим будете делать? По поводу кожных покровов. Что происходит с нашим кожным покровом при стрессе? Бледнеешь? Кто-то бледнеет, кто-то краснеет, но куда смотреть? На губы. Бывает, что это шея и пятна. Более честная зона – это шея и вот эта вот ключичная зона. Здесь человек прям пятнами на шинуты, кто-то в крапинку идет. Почему не лицо? Во-первых, многие используют мейкап. Во-вторых, там бывает лишний вес, отягощение лишним весом на лице – это тоже проблематика. Бывает более сложная история, надо учитывать. Если вы работаете с азиатами, особенно более глубинные провинции Китая, желтая кожа, они больше белеют. Любые нации, связанные с мулатой, латиносой, они краснеют больше в щечной зоне, больше краснеют в шейной зоне. Если прям снегроидной-негроидной такой расы, они не краснеют и не белеют. Они приобретают цвет, вот у вас пуфик вот этот вот синеватый, они сливовеют, они приобретают больше фиолетовый оттенок, как синяк. Когда вы получаете, они вот такой оттенок приобретают. Это просто надо уметь видеть. Но это быстро видно, это легко выцепить. Это быстрые признаки стресса, что у меня что-то появилось. Как только я даже попытался сажать зубы, немножко подкусить, укусить губу, что-то сделать, уже что-то пошло не так. Нет смысла копить. У вас уже где-то животное реагирует на стресс. Неважно, громкий шум, человек, мысль и так далее, вы уже стресс запустили. Один из простых способов на вегетатике вернуть себе внимание, не сбросить стресс, подвесить язык. Когда ты внутри рта пытаешься язык удержать, не касаясь ни неба, ни сверху, ни снизу. Просто подвесить его. У тебя это достаточно сложная калибристика, удерживать во внимании подвешенный язык. И хоть немножко попытка вернуть себе внимание. Потому что все, что мы сейчас разбирали, это же был животный стресс. Человеческий стресс, он вообще паршивый. Он прям неприятный, он не имеет отношения к громкому звуку, он вообще не имеет ни к чему. В чем его механика? Есть некий стимул, некая информация. Внутренний или внешний. Что такое внутренний или внешний? Ведь я же могу какой стресс получить? В боку что-то кольнуло. Я не знаю, как вы, но когда у меня что-то в боку странно кольнуло, я гуглю. Я все время нахожу, что у меня рак. Но это нормальная история. Нормальное состояние похондрика. Более того, в гугле всегда рак. Ну то есть, и кучу людей еще так же ответили. Ну то есть, стопудово. Тяжело не сомневаться. Редкие люди, которые забивают, но потом ждут до момента, пока не почернеть и начнет вонять. Начало вонять, надо идти к врачу. Только в этой истории. Потому что в противном случае очень сильно боятся врачей. В итоге любой стимул, первое в мозгу у нас, попадает в отдел памяти. Мозг проверяет систему. Так уже было. Те самые детские воспоминания, переживания, прошлый опыт и так далее. То есть, если вдруг в прошлый раз, когда мы занимались сексом при свете, было некомфортно, когда тебе предлагают включить свет, он сразу говорит, некомфортно. Было некомфортно, будет некомфортно. Стопудово. Я знаю. Не спорь со мной. Так было. То есть, в данном случае он сразу попадает в память. Если он находит событие в памяти, он четко переходит в отдел прогнозирования. К чему это приведет? То есть, то, как сказали бабушки. Будешь говорить с набитым ртом, подавишься. Будешь качаться, упадешь. Будешь наделаешь глупости. И вы испытываете стресс именно на прогноз, а не на ситуацию. То есть, вы не испытываете стресс от того, что я попрошу повышение зарплаты. Вы испытываете стресс от картинки, которую мозг нарисовал. Я пойду просить повышение зарплаты, меня отругают, уволят. Стресс, увольнение. Одна из вероятных гипотез миллиардов вариантов. Вы стрессуете на воображение. Если вдруг у вас в памяти не было события, как вы думаете, что происходит? Воображение. Нет, пытается посмотреть прогноз, и стресс, скорее всего, будет больше. Стресс будет автоматически выше, потому что неизвестность. Животное говорит, когда неизвестность, стой, беги. Все элементарно. Проблема в том, что человеческий стресс весь построен на иллюзии. Нет, вы-то в это верите. Вы уверены, что это правда. Вы готовы биться с человеком головой, что не стоит начинать бизнес, потому что что? Обворуют. Потому что что? Налоговая придет. Не стоит работать, не открывая ИП, не работая через счет, потому что что? Обворуют. Банк придет. Налоговая. И так далее. То есть четкие механизмы. Мозг вам уже нарисовал точную ситуацию. Стресс. Это главное паршивое понимание про меня, как про человека. Я на ситуацию не стрессую. Я стрессую на мое воображение. Меня кто-то задел, я думаю, что сейчас отвечу. Я не могу ответить, потому что как только я захотел ответить, мозг сказал, ты его сейчас обидишь, он будет расстраиваться, вы больше никогда не будете общаться, у вас в принципе будут разломные отношения. Мама тебя уйдет, бросит и так далее. Тебе страшно, стрессуешь, потому что ты одинокий ребенок, которого бросили в твоей голове уже. Если помните третью часть фильма, о чем говорят мужчины, там была четкая формулировка про эту историю. Я не хочу ехать на день рождения к дяде Боре. Тебе говорят, дядя Боря обидится. Ты всю жизнь, сколько бы тебе ни было лет, ты понимаешь, что ты не можешь ничего не сделать, потому что дядя Боря обидится, мама обидится, брат обидится, жена обидится, дети обидятся. Ты не можешь ничего сделать, потому что мозг сразу сказал, обидится. И ты стрессуешь, потому что обидится. Но возможно многие люди, как дядя Боря, даже не знают о том существовании. Даже не подумали. Ты даже не пришел, люди настолько было веселились, что они не знают, кто ты. Но ты стрессуешь, потому что там тебя центропупизм, невероятный центропупизм. Все из-за меня. Всё из меня. И это очень важное понимание, что весь человеческий стресс построен на прогнозах. То есть мозг на ситуацию не реагирует, он реагирует на прогноз. Более того, если будете изучать нейрофизиологию, принято решение, сделанное мозгом 30 секунд назад. Мы с вами всегда живём в прошлом. То есть мы всегда живём в том, что мозг уже принял решение, исходя из ситуации прогноза. Какую ты кнопку нажмёшь, куда ты пойдёшь, что ты возьмёшь, что ты даже купишь. Уже предписано. То есть эти механизмы нужно менять стратегически. Изо дня в день перестраиваю автоматизм. Не по принципу «буду бегать по понедельникам». И утром ты открываешь глаза и понимаешь, что нет, там, наверное, холодно, там, наверное, скользко, МЧС присылал в чаре смс-ку, побегу завтра. Нет, ты не побежишь завтра. Он уже построил прогноз, что ты не побежишь. Он уже знает, что ты не побежишь. Поэтому это главный и сложный нюанс. Но есть маленький подвох. Я вам не помогу с этим работать, пока у вас не улажена история с животным стрессом. С тем, которое вы накапливаете на инстинктах, с тем, которое вы накапливаете, не катализируя эмоции, с тем, которое вы накапливаете, не видя в себе вот эти признаки и вегетатики, не сбрасывая их. Потому что вот здесь работа как раз-то когнитивистики, работа с мышлением, работа с философией, работа с когнитивной терапией, с техниками, с механиками и так далее. Они не работают, пока у тебя желание сожрать что-то, желание с кем-то подраться, желание поразмножаться не работают. Потому что никакие техники типа разложи конструкцию, перевыбери, поменяй конструкцию, подвергни сомнению, не работают по той причине, что пожрать бы. Серьезно, перестань маяться херней, пожри, пожри, сходи домой, в туалет, в туалет, пойдем в туалет, давай. Не работают. Это очень важный нюанс. Ну и маленький нюанс. За вас никто это не сделает. Нельзя вообще в системе мышления, в системе философии сделать три вещи. За другого человека нельзя. Первое. Умереть. За другого человека нельзя почувствовать и почувствовать боль. Из-за другого человека нельзя понять. То есть никто за вас не поймет, каково вам. Избавление от стресса, от накопления эмоций – это исключительно самотерапия. То есть никто за вас извне этого не сделает, не проделает. Это вот главное четкое понимание, что тут я сам собой. Это спасение утопающего, дело руку утопающего. Какие есть вопросы? Пару простых инструментов. Пару простых инструментов. Вот с этим? С человеческим стрессом бороться, да. У тебя, животное, все хорошо? Я работаю. Нет, я могу рассказать, как я. К примеру, один из инструментов я использую. Я стараюсь, превозмемогая стресс, создать позитивную память новую. То есть я испытываю стресс, я не хочу что-то делать, но внутри есть что-то, что противит. Я, поскольку человек довольно сильный, поднимаю себя, делаю, чтобы создать хорошее впечатление. И в следующий раз надеюсь на то, что я буду поступать иначе. Так у тебя, понимаешь, в чем проблематика? Животное, то у тебя стресс все равно испытывается. Особенность животного в том, что ваша задача не убить его, чтобы оно больше не стрессовало. Потому что если вы убьете животное, то это означает вашу смерть. Это вот вы смотрите в точку, потом прыгаете в окно. Это вы убили животное. Вторая история с животным в том, что эта задача как раз-то отдавать ему дань. Понимать, что у него есть эта история и кормить его до того, как оно меня переломило по хребту пополам и начало мне приказывать. В этом механизме. То есть делать это периодически, внимательно, понимать, что иначе оно придет и начнет мне указывать. В таком случае. И как минимум не накопить в переговорах, выходить, не доделывать проект, выходить. То есть это инвестиция на самом деле от 1 до 10 минут. Сброс всех этих состояний напряжений. Не сбросив животное в моменте установки, вы не поменяете. Потому что вы уверены, что ваш мир правильный. А если вы будете классно исследовать и поймете, что ваш мир либо субъективен, либо интерсубъективен. То есть есть такая классная фраза у одного философа Пятигорского. Мира вне моей головы нет. То есть вы видите его через свою призму исключительно. Вы разговариваете даже так. Вот мы сейчас закончим. Кто из вас может взять, позвонить, не знаю, маме, специально давайте возьмем маме, сказать маму. Айда в бар. Мужиков поснимаем, тусанем, кальянчик, бухлишко, поехали. Вот ровно такой фразой. Кто может, руку вверх, один, полтора. Почему вы другие не можете? Я могу, я могу, я смс-ку кинуть. Нет, я предлагаю позвонить, именно сказать, почему вы не можете. Она не поймет, она в другом городе. В возрасте, в другом городе, мама расстроится. Вы предлагаете мне кучу конструкций в игру, да, но. На самом деле механика в том, что вы всю жизнь строите отношения с плоскостью под названием мама. Вы не можете представить, что за плоскостью есть многогранный человек со своими изъянами, плюсами, бонусами и так далее. Есть картинка, мама, трафарет. И вы с этим трафаретом пытаетесь работать. В том-то и дело, внутри вашей головы есть мама, но нет вот этого человека. Поэтому маме непозволительно. Как и, собственно, жене или мужу непозволительно изменять. Потому что слово. Она просто знает, что ее маму такое не интересует. Она скорее предложит маме, давай там сходим перейти к общему. Это же тоже ваше восприятие, что ее это не интересует. Как и, собственно, вы пытаетесь людям добро причинить, это ваше восприятие, интерпретация. Мира вне вашей головы нет. Это важное понимание, но гораздо глубже. Я сейчас покажу одну историю когнитивную, но как одну, если прям так надо. В том-то и дело, чтобы не терпеть, поговаривать, что когда люди сбрасывают, то становится как-то легче даже уйти с нелюбимой работы. Ну так, на всякий случай. Чтобы не терпеть. Потому что иначе они играют в игру как раз-то терпеть и страдать. В этом проблема. Сам кайф пострадать. Есть люди, которые следуют своему сценарию. То есть сбросив животную историю, мне проще посмотреть, не сценарий ли у меня, открываемая река Берна, не проблематика ли у меня в том, что у меня есть какое-то когнитивное искажение. Я верю не в том, что есть в реальном мире и бьюсь об этом. Ну типа, меня весь мир осудит, возненавидит, бросит, я буду одинок, нищий и так далее. Ну нам часто родители дарят с вами эти установки. Никогда много денег не имели, нечего и начинать. Установку, которую мы в голове положили, вы с ней живете. И вы не подвергаете сомнению. То есть деньги и богачи, они там. Или чтобы быть богатым, надо наворовать. Вы не подвергаете сомнению эту картинку, вы продолжаете с ней жить. Ее надо бы подвернуть сомнению, разложить. Тут важный момент. Сбросив животное, устаканившись и придя на работу второй, третий раз сбросившись, понимаешь вопрос? Что-то мне было хорошо вот там сбросив, а не вот здесь. Кажется, надо что-то менять. Не важно что. Что-то. Потому что в любом случае произошел цикл. Я в некой стагнации. Я в прекрасной механике, как вот эти обезьяны в клетке. Меня постоянно бьют палкой. Но у нас есть, к сожалению, паршивая история в нашем животном. Она вам не понравится. Нет смысла радоваться. Дело в том, что когда вы испытываете радость, у вашего животного быстро возникает привыкание, ему становится мало. Надо еще больше радоваться. Привыкание, еще больше радоваться. И гораздо веселее у животного другое. Если я буду бить вас палкой, вам будет плохо. Но как только я перестану бить вас палкой, такой уровень счастья. Поэтому люди любят страдать. Потому что как только ты ушел домой и перестал страдать, такое счастье наступает. Но это та самая механика. Вы можете бить себя палкой и в какой-то момент переставать. Невероятное счастье. Поэтому системы диктата, собственно, диктаторские системы, системы принуждения не так хорошо работают. Потому что меня бьют, а когда не бьют, хорошо. Когда меня не унижают, сколько слозависимых отношений. Бьет, значит, любит. Нет-нет, он не алкоголик, не наркоман. Он просто больной, ему надо помочь. Нет-нет, это сложный период, мы его преодолеем. Нет-нет, это он не изменяет, это сексоголик, это серьезное психическое отклонение. Нет-нет, это его коллеги, три вот эти красивые девушки ночевать, он возвращается ко мне. То есть люди так любят пострадать. Это же повод испытать невероятный кайф. Это очень классная штука, это лучше, чем героиня. Да, вот история с ними. Есть, но следование, вы и так знаете, вот люди, над которыми издевались, фоткая и помещая в газету, то есть они вот испытывали вот этот уровень стресса. Мне интересно, через 2-3 месяца, через год, когда они вспоминают про вот этот инцидент в жизни, у них как раз грустные воспоминания, вот они вспоминают про этот уровень стресса, или они вспоминают вот этот момент катарсиса, что, господи, вот это они мне молодцы, и чемоданчик их просто у меня в сердечке до конца моих дней будет. Ни то, ни другое. То есть это хорошее? Я знаю. Оценка субъективная, хорошая, плохая, немножко другая история. С Фрейда началось и дальше пошло. У нас в памяти есть механика вытеснения, и все события, даже которые в вашей жизни были, и они были для вас реально серьезно опасные, вы сегодня вспоминаете с улыбкой, типа мы тогда вот просто вот, ну, а ведь могли сдохнуть же, да, вот, ну, вот это прям. Это механика вытеснения для того, чтобы не травмироваться. Если было серьезное, серьезное, какой-то патологической истории, иногда прям пытается вырезать и блокировать, либо хоть как-то исказить. Вообще, к сожалению или к счастью, вообще своей памяти верить нельзя. Очень много экспериментов показаны по подсаживанию фальшивых воспоминаний. Причем человек начинает это фальшивое воспоминание раскрывать, строить от него истории, верить настолько в него, и не надо серьезно прорвать мозги, никаких серьезных экспериментов. Это очень легко делается. Поэтому важный момент. Любые негативные наши переживания с течением времени память предпочитают оставить позитивным следом. Вот даже сама эмоция ностальгии, так называемая, она лежит в семействе печали. Но, как в мультике головоломка, она скрашена радостью. Потому что мы такие, ух, это прошло, это прошло, но было прям, ух, не повторяйте. Но эмоция позитивная. Это инстинкт самосохранения в данном случае, механизм некого выживания. Если у человека есть некое воспоминание плохое, в котором он варится, типа в злости, в гневе, в печали, вот в таком самоедстве, есть маленькая проблематика. Он играет в разрушающую просто игру. Это игра либо второго, третьего уровня, как говорит Берн. Все, что приводит, особенно третий уровень, всегда приводит к смерти. Ну, к суициду, к катастрофе, к разбиванию. Крайняя игра. То есть, изначально человек играет в историю весь мир обратить к себе, но конец один. Да, это нагнуться медным тазом, накрыться, все, чтобы все закончилось. Поэтому в данном случае вот такие ситуации чаще всего заканчиваются позитивными впечатлениями. А еще вот мне немножко, мне немножко тратит, что на таких лекциях обязательно находится там какой-то брак. Вот у нас главный брак в жизни – это рак или стресс, или там плохая санта. Но неужели у стресса не может быть положительный? Может быть. Стресс вообще очень хорошая вещь. Дело в том, что стресс можно хотя бы разделить на три категории – кратковременный, продолжительный и затянутый стресс. Любой кратковременный стресс полезен, совершенно любой. Ну, то есть, например, я готовлюсь к выступлению на сцене, я испытал кратковременный стресс, он позволяет мне выступить энергичнее, активнее. Я занимаюсь закаливанием, облил себя тазиком холодной воды, кратковременный стресс организму является полезным, он его немножко подразогнал. Спорт – кратковременный стресс. Но вот если я пойду босиком сейчас ходить по улице, затянутый стресс, для меня это становится как бы уже проблемой смертельно. Если я в голове за счет чувств варюсь в какой-то проблеме, это затянутый стресс, это является уже застреванием смертельным. То есть проблема в том, что кратковременный стресс хорошо, застревание в нем – это плохо. То есть правильно я понимаю, что это имеет место такой эффект маятника, то есть ты начинаешь его чуть-чуть раскачивать, и, ну, плохую сторону стресса. Ну, он не плохой, не хороший, просто тут немножко другая история. Кто из вас автомобилисты? Вводите автомобиль и так далее. Вопрос очень простой. Вот, допустим, во время этапа инжекции, то есть когда двигатель впрыскивается горючее, неважно, какой он у вас, представьте, что у вас впрыск произойдет в объеме на 2, на 3, ну, в 3 раза больше. Что будет происходить с двигателем? Вот представьте, что это происходит периодически с сердцем за счет того, что если вы находитесь на высоком уровне адреналина, кортизола и так далее, это же клапанная система, система двигателя. В данном случае у вас в эту клапанную систему впрыск становится все плотнее, массивнее, интенсивнее. И тут не в том, что типа вас убивает это в моменте. Самая главная проблема испытывания долгого адреналинового состояния или гнева, самая главная проблема, которую там писал еще Пол Экман, это протирание сердечных клапанов. Просто износ. Всего лишь навсего. То есть сама эмоция – это же не зло. Вообще нет негативных эмоций, например. В природе нет ни одной плохой эмоции. Люди их такими называют. Любая эмоция – это как уведомление на телефоне. То есть мне приходит оповещение, что что-то в системе как-то реагирует. Ну то есть мне надо либо адаптироваться к среде, либо меняться. То есть либо менять среду саму. Дело в том, что я не делаю этого и застреваю в этом состоянии. Ну и начинаю вариться. Вариться, 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 вариться. То есть, например, казалось бы, человек меня толкнул, я его толкнул в ответ, и можно на этом закончить. Но я потом иду и думаю, блин, я поступил так плохо, так нехорошо, а теперь он будет обижен, наверное, меня уволят, наверное, посудят, и я просто превращаю в голове это в невероятную катастрофу, и теперь у меня нет жизни. Я живу в этой катастрофе. Сам. Там все внутри у меня и работает, крутится и так далее. Хотя, не для этого оно приспособлено. Не для этого. Ответил на вопрос? Еще вопросы? Какое есть, но? Ха. Ну тут бы не было детей, но есть такая проблематика. Люди пытаются детей учить словами. Дети, во-первых, очень долго являются машинкой по записи, они записывают то, что видят вас, в мимике особенно, и первые полтора-три года это история вообще дублирования мимики. И люди очень долго имеют взрослые претензии к детям, например, если они что-то не едят. Когда, например, самый простой пример, который я видел, взрослые вводят прикорм, открывают баночку, там, к примеру, цветная капуста, он чувствует запах, с легкого такого запаха, и лицо изображает отвращение, потому что неприятный запах. Пованивает. Тянет ребенку со словами вкусно-вкусно-вкусно. Ребенок дублирует твою мимику и, конечно же, начинает это выкровывать, не есть. Мы виним ребенка, типа, хер ли ты не ешь, я покупал. Ребенок ни при чем, он твою мимику считывает, например, если ты пытаешься укачать ребенка, он все не засыпает на лице, у тебя уже бровки домиком, ты думаешь, господи, когда ты уснешь, у ребенка записывается на пленку четкая реакция. Долгий контакт – это тяготы, это переживания, это грусть. И проблема в том, что мало того, что мы не умеем работать своей мимикой и навязываем детям это состояние, так мы не умеем еще их мимику считывать. Ну, вот простой пример. Что видите по мимике? Тут все просто. Тут работают определенные мышцы лица, потому что любая мимика, она декодирована уже в мышечное движение, и можно отдельно работать. Это улыбка, причем не просто улыбка, это смех, видно по выражению, которое связано с переносицей. Но есть люди-рекламщики, которые не очень в этом соображают, которые делают такую фотографию, то есть ребенка начинают целовать, но при этом лицо его изображает четкую эмоцию отвращения. Неважно почему, но это картинка, которая будет продуцироваться в итоге за счет префронтальной коры и зеркальных нейронов, не так адекватно, люди не будут понимать. Это простые задачи. Более сложные задачи – это вот эти. Что видите? Что испытывает ребенок? Еще версия? А как вы это понимаете? Потеряю. Может, ловки тоже не ловили? Конечно. Грудничков ребенок – это же отрождение создания дьявола просто. Оно пришло в вашу жизнь, чтобы проманипулировать вами, сломать вам жизнь и точно не подать стакан в старости. Только так. Плевать, что разные исследователи говорят, что это ангельские создания, чистый лист принца и принцессы. Плевать. Во-первых, механика. Люди не умеют работать со своей мимикой, не умеют считывать чужую мимику. Именно с точки зрения микроворожения. Первая проблематика этой фотографии в том, что люди не умеют включать пол – мальчика и девочку. Первая проблема. Вторая проблема – люди не умеют видеть именно движение мышц, потому что в мимике у детей нету таких сильных морщин, как у нас с вами. И первые полтора года, к сожалению, он вынужден с вами с не очень умными жить. Во-первых, это девочка, во-вторых, это мальчик. Во-первых, она боится, во-вторых, он злится. А мы с вами начинаем предписывать им одно состояние – стесняется, злится, истерика и так далее. То есть как вы можете научить это существо пользоваться своими эмоциями, развиваться в этом плане эмоционального интеллекта, если вы его даже не понимаете? Базовая природная реакция. Я вот, допустим, у меня дочке год и три месяца, я постоянно вижу людей, которые говорят, какой милый мальчик. Люди не понимают нюансы, структуры грудничковой мимики. А это первые три года, когда мозг дорастает от 20% до 80% объема. Главный объем нейронных связей, когда формируется, он формируется вокруг, получается, таких мимических идиотов. Потому что они не понимают, что происходит, не следят за своей гигиеной лица, не работают с чужим лицом. Поэтому, к сожалению, не так страшен ваш стресс, и так не страшны ваши эмоции. Страшно, что вы это все передаете им, потому что вы это приносите на лице и в теле. А они это дублируют. Бам-бам, дядя Боря, дядя Боря, дядя Боря. О, по поводу когнитивной установки. Из терапии, терапии, в частности, семейной терапии с зависимыми людьми, это «Шесть шагов к свободе» Фрэнка Пюсселика. История очень хорошая. Когда у тебя нет накопленного в теле стресса, нет у тебя накопленного эмоционального стресса, что можно сделать в моменте, чтобы, собственно, менять твое состояние, менять убеждение из раза в раз. То есть, когда ты одну картинку меняешь на другую картинку. То есть, когда ты себе подзадаешь вопросы в первом шагах, ты понимаешь, что ты испытал обиду, условно говоря. И ты подвергаешься вопросам, что я сейчас вижу, что я сейчас слышу прямо в этом моменте. Например, я слышу оскорбление, думаешь ты. Я вижу надменное лицо, думаешь ты. То есть, прямо четкое восприятие. Дальше ты подвергаешь вопросу, то есть, сначала выравниваешь дыхание, ну, потому что там квадрату можно и так далее. Дальше возникает вопрос, какое состояние хочешь испытывать. И тут отдельная задача, когда ты работаешь с картотекой позитивных воспоминаний. То есть, например, что здесь могло быть, ну, из моей ситуации. У меня есть четкое негативное воспоминание на запах алкоголя. Запах алкоголя, потому что, например, есть четкое воспоминание, когда пьяный человек поднимал руку на близкого человека. Поэтому, не вдаваясь в подробности, мозг при запахе алкоголя близкого человека вызывает автоматически агрессию. Потому что он не сейчас видит этого пьяного человека, а видит ту агрессию детскую. Также у меня есть другая картотека. То есть, когда меня, к примеру, состояние легкого полета, когда меня таскали на плечах, то есть я его из картотеки у себя держу. То есть в этот момент я сдаюсь себе четкую установку, что состояние полета, например, хочу испытать. Дальше установка состояния с точки зрения вспоминания этого человека, который меня возил на плечах, что у меня было за ощущение на лице легкого вдохновения, как у меня были распределены руки, как у меня было в данном случае выражение на лице. То есть я все это воспровожу и в мыслях, и на теле, чтобы подтянуть это воспоминание. Дальше икорение называю. Ну, пускай это будет то же самое, полет. И дальше перепроверяю. Мне все еще так, как было до этой когнитивной техники, или уже по-другому. Отпускаю это очень хорошо и быстро. Главное, что у тебя до этого должна быть собрана картотека твоих состояний, которые ты можешь родно вызывать. И тут начинается история, что даже так называемую животную страсть, типа сексуальное желание, можно его создавать в любой момент, независимо, что у тебя было днем, на работе, проблемы, проекты. Это создаваемая история. Ты начинаешь не ты есть у эмоций, а эмоции начинают быть у тебя. И начинается история управления. Ну, как пример. Это не все, но хотя бы одна из них. Какие еще вопросы? А как, по вашему мнению, надо было реагировать или действовать в ситуации с ребенком, который рисует на кухне? Надо было для кого или для чего? Ну, вот если бы вам задали вопрос, вы заходите в такую комнату, что делать? В моей ситуации так и бывает. У нас адресованы паркеты, стены, и есть очень другой метод. Сомневаешься, что это убивает ребенка? Одобряй. Еще раз. То есть похвали. Что он плохой, что он делает неправильно, что он неблагополучный. И потом он вырастает в нас с вами. Здесь задача, чтобы ребенок остался благополучным хотя бы первые 7 лет, когда записывается вся история сценария. Сценарий пишется до 6 лет. Ну, редко говоря, до 10. Хотя бы вот эти 6 лет вы можете оставить ребенку впечатление, что он окей, с ним все хорошо. Это достаточно хорошая реакция, лучше, чем «Что ты делаешь? Ты же испачкал стены! Отец будет ругаться!» Как классно, прекрасно. У тебя классно получается. Просто в этот момент, если посмотрите разных исследователей, вы закладываете четко человеку момент. У вас растет победитель или неудачник? Или не победитель, как говорит Берн. Если хотите больше эту тему покопать, хотя бы, ну, ладно, Берн посложнее, попроще его ученик Томас Харрис. Я окей, ты окей. Небольшая книжка, легко читается. И как раз про историю, что все вот эти вот манипуляции, уязвимые темы из-за того, что внутренне неблагополучное дитя. Я окей, ты окей. Томас Харрис. У нас ходит, работает вот такая книжка, любит и взаимодействие. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.